здравствуйте на прошлой лекции мы рассмотрели наследование и чуть-чуть затронули коллекции в джаве и сегодня мы продолжим их изучать коллекции мы перед этим разберем один момент из домашнего прошлого когда некоторые люди взяли реализацию но смысле что она написана в интернете да как правильно сидеть и делать разбор арифмических выражений и там примерно такой кода у вас что вы берете выражение пытайтесь там сначала выражение которые плюс потом минус потом умножить потом поделить и в итоге вы когда его переносили на джаву до был виден такой код то есть я открываю ваш повреквест что проверить я вижу метод build и вижу что он возвращает плюс-минус кто-то еще делал не плюс-минус а ритуал брекет и это вроде как кажется вам логично если вы взяли этот алгоритм который написан да вы его прочитали но это и вы понимаете что там происходит на самом деле но это ни разу не понятно тем кто будет это читать и потом пользоваться то есть без знания о вашем алгоритме которые вы реализовывали этот код кажется по меньшей мере неправильным да как бы expression должен был вычислять строй дерево выражения здесь написано плюс-минус значит что значит чего цифры не поддерживаются до умножить не поддерживается делить не поддерживается ну то есть это выглядит очень там может быть корректный алгоритм но такая такой дизайн алгоритма выглядит некорректно то есть если подумать да вот вы пришли куда-нибудь там в универсал вы пришли хотите сделать список покупок список покупок это по сути вот expression да вы пришли хотите набрать корзину товаров вы приходите в этот магазин и вам нужен строительный отдел вот никуда вам больше не надо надо в строительный вы приходите вас встречает консультант и говорит он даже не разбирается чего у вас там не смотрит на ваш список покупок говорит вам ну идите сначала в отдел с молоком вы горите но мне это надо строить или нет ни слова больше да как бы идите в отдел с молоком вот плюс-минус смотрите отдел с молоком либо вы сразу поругаетесь но можете пойти в отдел с молоком в отделе с молоком вам скажут слушайте ну ну вы как бы там ничего не возьмете вам встретит еще один консультант и говорит ну теперь вам надо в отдел с одеждой ему неважно что вы там не будете покупать одежду горит идите вас с одеждой тут после вот плюс-минус там где-то было умножить поделить ну как бы окей какой-то момент итерациями за итерацией вы дойдете до строительного отдела то есть это похоже на икею вы пришли в икею чтобы дойти до того что вам надо вам надо пройти весь магазин но в икеи дается вам карта то есть кто-то в итоге переделывал на реализацию где у вас был все-таки метод build где внутри этого метода build было написано там плюс-минус потом дифтом умножить потом там найди константы все остальное уже стало получше то есть есть уже хоть карта какая-то но когда вы видите ну когда я вижу вот это кажется что ну то есть будучи не разби если не разбираться в коде кажется что это какая-то чушь ну то есть для академической среды где действительно ну надо сделать как-то алгоритм попросить да элегантно это как бы одно дело ну то есть смотря что мы делаем если мы хотим сделать какой-то код который будет понятен другим незнакомым с всеми алгоритмами твое это решение кажется не не оптимальным ну то есть дизайн такой да ну окей в общем сама лекция сегодня про коллекции да и мы рассмотрим что в джаве есть такая штука как collection framework там есть всякие интерфейсы обертки есть способ не создавать свои коллекции а воспользоваться какими-то методами если они вам нужны есть уже готовые коллекции есть алгоритм для работы с ними способ их делать самостоятельно ну и поговорим про домашние чем java есть такой вот java collection framework он появился не сразу то есть раньше если вам нужен был какой-нибудь список каждый сидел и выдумывал свой список в итоге получалось так что одни ребята сделали один список другие ребята сделали другой список теперь чтобы понять ну чтобы заиспользовать чужой список надо было полностью но взять его реализацию и взять и знать как с ним работать ну то есть api было какое-то не унифицированное и для одних и тех же вещей люди придумывали разные ну разные сущности да делающие одно и то же называющиеся по-разному использующие разные api соответственно появился такой термин как коллекция да что мы читаем коллекции что-то что объединяет несколько элементов в одно ну и типичные операции да это мы храним эти коллекции что-то храним в них данные извлекаем оттуда данные как-то ими как-то менеджем менеджер занимаемся менеджментом этих данных и куда-то просто передаем то есть положили отдали в другой метод отдали там в третий был к слову на прошлой паре вопрос зачем нужно писать интерфейс лист если реализация рейли издавайте так и назовем да собственно час это сейчас будет дальше вам отвечу но это вот все про это разговор про это все то же самое да про эту историю что нам нужно уметь так чтобы мы все разговаривали на одном языке и нам нужно что-то что объединяло бы общие какие-то данные да то есть нужны какие-то общие интерфейсы чтобы все понимали о чем речь нужны какие-то готовые реализации чтобы каждый их не выдумывал и нужны какие-то способы взаимодействовать с этими коллекциями соответственно в итоге получается так что у нас появляется вы уже не думаете о том какую коллекцию надо заиспользовать скорее всего эта коллекция у вас уже есть ну вот java collections framework уже есть готовые коллекции вам уже о них думать не нужно вы можете взять готовые при этом разработчики джавы они подумали о производительности сделали их как бы качественными и плюс они уже протестированы вы можете на них как бы полагаться и при этом они дают общий ipi для всех то есть и вот история с тем почему надо делать интерфейс лист да а создаем реализацию рейлист и вот казалось бы есть такая штука называется пикс радиусер экстенс конзюмер супер ну говорит о том что если вы что-то передаете в метод то вы должны принимать что-то что ну самый высокий уровень который вы поддерживаете то есть если вам нужна просто коллекция просто какие-то данные вы по ним просто один раз их обходите например ну значит вам надо написать collections если вы говорите что вы принимаете мапу ну напишите что это мапа но не надо писать что вы принимаете там не collections а рейлист ну то есть если по факту вам нужна именно коллекция а не там лист то напишите collections потому что иначе если вы будете вы напишите а рейлист будете завязываться конкретно рейлист но использовать его как коллекцию кто-то другой придется там с множеством седа захочется использовать ваш метод и не сможет потому что нужно на рейлист ну то есть кажется что это не очень классно то есть надо думать о том чтобы передавать методы наиболее высокую абстракцию а возвращать из методов если уж это создали как раз таки конкретную какую-то реализацию а дальше уже кому надо тот возьмет нужный интерфейс соответственно вот в джаве есть интерфейсы и у них есть вот примерно такая иерархия что есть и terrible это то что можно обойти не важно что да просто что вы можете взять и от начала до конца обойти элементы и написать for each дальше есть collections это как раз таки что то что объединяет себе множество элементов и есть например вот лист да лист позволяет вам иметь последовательный доступ к элементам и доступ по индексу сет это говорит о том что вам нужны уникальные элементы ну то есть чем ниже да тем больше ограничений собственно в этом и речь да если вам нужно просто и terrible вы просто хотите обойти но вот поставьте этот интерфейс не надо писать конкретную реализацию вот коллекция ну коллекции уже не просто обойти мы еще можем там что-то положить вытащить да оттуда лист еще можем по индексу обратиться в сет мы знаем что там все элементы уникальные сорты сет что они еще и отсортированы нужен нужно реализовать интерфейс компарабл для этого вот q эта история про first in first out что мы можем в один конец добавлять из другого вытаскивать ну вы наверное это должны знать из курса про алгоритм и структуры данных знаете же да ну то есть есть q там first in first out есть есть стек есть очередь есть декю когда с обоих сторон мы умеем класть элементы и с обоих вытаскивать то есть зависимость от того что вам надо вы выбираете нужную интерфейс также есть параллельная история про map который не наследник не terrible не collections потому что это как бы не совсем коллекция это отображение ключей value и есть sorted map по аналогии sorted set и если вы заглянете внутрь то можно увидеть что на самом деле сет ну конкретные реализации джаве вот этих сетов и сорты сетов апеллируют к мапе то есть там получается там композиция там вложенность типа ну по сути композиции да вы когда используете сет там внутри есть мапа и все операции с этом делегируется этой мапе просто что велию там будет какой-то один object ну map по сути у вас будет сет из ключей мапы то есть чтобы сделать сет через мапу вы должны представить что ваш сет это ключи а с белью будет у вас какое-то одно общее на все ну и здесь то же самое да что сорта мапе ключи можно как-то сортировать соответственно если мы говорим про коллекцию и terrible то у вас появляются вот такие вот штуки такие методы да у вас есть в принципе довольно полезно просто брать ну есть два пути да как понять что вообще у вас существует можно открыть java doc он там есть на сайте oracle и посмотреть а можно скачать исходники в принципе если вы там делаете это в идее то у вас должно быть это доступно ну может быть кто пробовал там можно взять и перейти внутрь кого-то класса и посмотреть что там внутри и соответственно есть там горячие клавиши которые позволяют вам просто вот этот список ну достать какие методы есть какие нет посмотреть есть что-то что надо либо посмотреть что там чего-то нет соответственно и terrible дает вам просто итератор для обхода также там есть метод for each который говорит что сделать с каждым элементом то есть итератор вы берете и дальше вы начинаете вам на выходе возвращается каждый элемент по отдельности а for each вам просто скажет дай мне функцию того как каждый элемент обработать то есть здесь вы достали получили действительно ваш элементика тут просто функция как с ними работать но сплитератор эта история про стримы это будет позже это о том что вы можете вашу коллекцию обходить не от начала до конца как-то поделить на части мы пройти там половину вызвать сплитератор и вам вернется в одном итераторе первая половина в другом вторая половина но это узкий кейс он нужен скорее для стримов вот ну и общие методы в коллекции дает там посмотреть что на размер посмотреть что содержится ли что тут итератор сконвертировать в массив добавить удалить проверить на если там все элементы другой коллекции добавить все элементы другой удалить все из другой удалить если и передается какой-то реализации интерфейса предикат то есть предикат там есть один метод который нужно реализовать true и возвращает true false подходит ваш элемент под удаление либо не подходит retain all оставит элементы только те которые были в другой коллекции все остальные удалить clear соответственно очищает и close ну и close понятно хэш-код понятно сплитератор и было стрим это тоже будет потом это как можно обходить коллекцию без итератора как-то иначе ну и параллель вот это про многопоточность вот есть интерфейс сет которые наследуются от коллекции и в принципе здесь все то же самое да то есть сайс из мтадд но плюс есть у коллекции дополнительное ограничение на то что все элементы уникальны ну вот пример да что у вас вот есть какой-то текст из слов давайте все его сделаем в нижнее сделай все буквы маленькими поделим по вот этим разделителем и попробуем даст то есть хотим достать все уникальные слова ну окей взяли текст конвертнули в один регистр разделили остались только слова ну теперь возьмем и добавим и все в сет таким образом мы автоматически получили уникальные слова делаем там идем по каждому элементу добавляем сет адд говорит вам true если добавился false если уже такой элемент был то есть не добавился тесно если не добавился добавим другой сет типа дубликаты что уже был такой элемент ну и все и дальше как бы удалим из сета все что было дважды таким образом в unique мы получим уникальные слова в да получим слова которые повторялись несколько раз вот есть еще пример того да что еще можно делать с этом вот смотрите создадим сет из пяти элементов вот до 0 до 5 in stream range это формально типа можно такой аналог цикла можно и так сказать со своими особенностями то есть мы говорим что нам нужны int и от 0 до 5 давайте их завернем винтеджер и сложимся в сет таким образом вот у нас получилось пять элементов дальше мы говорим а давайте сделаем еще один сет с элементами от 3 до 8 где правая граница исключена ну и здесь тоже так же было да дальше можно сделать операции нам до над множествами создадим сет из одного добавим все из 2 у нас получилось что объединение до двух множеств можно создать сет из первого и удалить все что не содержалось во втором вот появилось пересечении множество хотим сделать div ну давайте возьмем 1 удалим все что было во втором и получим только то что есть первым да есть еще симметричный div когда удалим только общие элементы ну тут надо посложнее сделать до при инициализируем с этот первого создадим 2 с этот 1 добавим 1 все из 2 удалим из временного все ну в общем можно сделать операции на до множествами да как математические операции если вам это надо дальше джаве есть интерфейс лист тут методов больше то есть это все пришло к вам из коллекции при этом есть такой метод еще replay sol он говорит о том что сделать на что заменить элемент где unary operator принимает себя индекс и на выходе что-то возвращает ну то есть что вы за программируете при этом у листа есть метод сорт до что если вы передадите какой-то компаратор говорящий о том как элементы сравнивать то в принципе можете вызвать метод сорт у вас все сортируется вот точно так же можно очистить найти хэш-код и плюс вот появляются методы получить по какому-то индексу элемент засетать по какому-то индексу добавить тоже по индексу удалить по индексу найти индекс элемента какого-то то есть здесь придется конкретный как бы элемент и ищется его индекс но проверяется здесь по и close найти индекс конца лист и терратор сейчас посмотрим что такое ну и найти саблист вот есть смотрите два вопроса если вы попробуете сделать set или add или там get и окажется что индекс вне вашего листа ну вот элементов 10 а вы индекс там минус 10 или там индекс даете 20 что произойдет исключение да кинет исключение какое исключение ну индекс out of bound будет исключение а второй вопрос провод саблист пользовался кто-нибудь под листом смотрите у вас есть лист да там 10 элементов вы говорите ну давайте возьмем часть его середину там от второго до седьмого теперь вопрос это будет новый лист или это будет не новый лист вот да смотрите здесь надо знать что вы когда берете саблист вы на самом деле берете такое некое вью то есть вы не создаёте новые а вы теперь можете оперировать ну изменения в родительском будут аффектить изменения в подлисте изменение в саблисте будут аффектить изменения в родительском то есть если вы возьмёте например там саблист 2 7 потом сделаете у саблиста клир то вы очистите элементы и в родительском удалите со второго по седьмой индекс, в зависимости от того, что вы взяли. Вот, есть лист-итератор, позволяет вам обходить списки. Если у обычного итератора вы просто можете идти вперед, has next, next, там делать remove, то у лист-итератора более... расширенная штука. И вообще, как он работает? Смотрите, во-первых, итератор указывает не на какой-то элемент, а он стоит между элементами. Соответственно, вот у вас есть элементы 0, 1, 2, 3. У вас есть позиции итератора. Соответственно, когда вы его берете, он у вас стоит перед первым элементом. и дальше, как работают с итераторами обычно. Берут его через метод лист-итератор. И дальше просто там есть, смотрите, индекс. Есть просто лист-итератор, есть лист-итератор с индексом. Он вам сразу вернет итератор, указывающий на какой-то элемент. Ну, не на какой-то, а вот он будет между стоять. Соответственно, вы взяли итератор. Если без аргументов, то он будет указывать перед первым. Дальше вы смотрите, ага, hasNext вызвали. Вот итератор смотрит, ага, дальше элемент есть. Значит, hasNext вернет вам true. Вы вызываете next, вам возвращается вот этот вот элемент, а сам итератор перескакивает дальше. В какой-то момент вы дойдете до конца, вызовете метод hasNext, и вам вернется false, потому что дальше ничего нет. И вопрос к вам, да? Вам hasNext вернул false, а вы все равно вызвали next. Что произойдет? Какое? Ну, да, окей. Будет исключение. Будет исключение no suchElementsException. То есть правильно всегда делать две операции. Сначала вы делаете has что-то, nextPrevious, и только потом делаете next. Ну, и также это работает в обратном порядке. Если вы стоите здесь где-то и вызвали hasPrevious, он посмотрит, увидит, что там пусто вернет false, и Previous также вызовет исключение. Но вы можете зато ходить в две стороны. То есть лист итератор отличается от обычного итератора тем, что можно в обе стороны ходить. И плюс вы можете еще узнать там nextIndex, PreviousIndex. Ну вот, да, пример, что хотите найти индекс элемента, ну, возьмем итератор, будем идти, пока элементы есть, и смотреть. Если мы хотим, если наш элемент, который мы ищем, является null, здесь, кстати, видите ошибку здесь? Нет, ну все правильно. Здесь-то все нормально, что мы просто положили в коллекцию null. Ну, окей. Ну, не в коллекцию, в список, да, положили null. Ну, если как бы мы хотим найти null, то давайте проверять, null ли наш элемент или нет. Если наш элемент null, то окей, if вернет true, мы вернем индекс, где он был. То есть понятно, да, что мы взяли какой-то элемент, там первый, выяснилось, что это он. Зашли внутрь if и вернули PreviousIndex. То есть наш итератор после того, как вызвали next, перескочил дальше, значит PreviousIndex будет один. Ну, окей, как раз это и есть индекс этого элемента. Ну, ошибка здесь в другом. Смотрите, что берется итератор, проверяется hasNext, а дальше итератор.next вызывается дважды. Что неправильно? В исключении, может быть, не второе, это поверье? Ну, да, во-первых, что если наш элемент был null-ом и здесь был не null, то мы его просто возьмем и перескочим. Ну, то есть, смотрите, надо делать по-другому. Надо написать for, потом сказать, что e, там, e current равно it.next, закэшировать значение, и потом уже его проверять. То есть проверять не на it.next, а брать то значение, которое достали. Потому что в этом случае смотрите, что происходит. Мы смотрим, есть ли следующий. Вот мы стоим тут. Нам говорят, ага, следующий есть. Тогда верни его. Вот вернется нолик вот в эту проверку. А, кстати, нет, смотрите, все здесь правильно. Это кажется, что здесь баг. Потому что мы, типа, идем сюда, смотрим, есть ли null, то давайте возьмем следующий и проверим его на null. Мы же сюда не зайдем. Терминарный оператор получается ленивый. Если ищем null, проверим на null. Если ищем не null, то проверим на equals. Но это вот пример того, как можно сделать плохой дизайн, а потом, в случае чего, долго искать ошибку. Этот код, конечно, работает правильно, но выглядит он неправильно. потому что здесь вот дважды вызывается it next после вызова has next. Ну, по коду, да, он вызовется один раз, но код выглядит ошибочно. То есть надо вот это вот все выделить сюда и использовать ту же переменную. Так, окей. Есть еще интерфейс Q. Ну, и здесь надо правильно понимать, да, что как бы у Q есть еще все те методы, которые были у родительского интерфейса, там, у коллекции, да. Есть методы у интерфейса iterable. то есть это уже специфичный для Q. Да, что вот можно, получается, добавить элемент, тоже добавить элемент, удалить, удалить и просто посмотреть. Есть два вида, да, кидая исключение и без исключения. Кто может рассказать, в чем разница? Зачем два типа методов? Ну, то есть делаем одно и то же, да, но сайд-эффект разный. Ну, то есть ожидается, да, что Q это положили элементы с одной стороны, с другой стороны достаем. То есть если вы кладете в очередь там элементы один, два, три, то и доставать вы их тоже будете в таком же порядке один, два, три. Ну, если в список вы делаете ADD, то у вас будет накопительно, в очередь вы будете доставать с конца. Так, все-таки, что про исключение? Смотрите, один кейс в том, что люди любят писать код по-разному. Кто-то придерживается подхода того, что надо на любую некорректную ситуацию выбрасывать исключение. Кто-то может считать, что надо не всегда выбрасывать исключение. Плюс есть так сказать, проблемы с производительностью. Что вот писать код, который не выбрасывает исключение никогда, он будет работать быстрее, но вызывать методы, которые кидают исключение, не замедляет вашу программу. вашу программу замедляет ситуация, когда исключение действительно вылетит. То есть написать try-catch вам не стоит ничего, дорого будет делать этот кетч. То есть если вылетело исключение, начнется раскручиваться стэк, начнутся выясняться, где, откуда, что вообще произошло, и это будет раскрутка стэка, она дорогая. Сам try-catch бесплатный, написать его. Соответственно, вот есть два подхода. И в принципе они как бы оба имеют право на жизнь. Другой момент, что вам надо, если вы считаете, что у вас, вы сами знаете, что у вас в коллекции могут быть некорректные элементы, ну то есть что вы сознательно понимаете, что вы можете вызвать удалить что-то из коллекции в тот момент, когда она пустая. И для вас это нормально. Ну тогда казалось бы правильнее использовать методы без исключений. если вы же считаете, что у вас коллекция всегда, ну ваше кью всегда корректно, и вы и доставать что-то из очереди, когда там пусто, это прям вот неправильно, у вас весь код написан так, что там всегда что-то должно быть перед удалением, значит, казалось бы, разумнее использовать эти методы. Ну то есть если для вас ситуация что-то вытащить из пустой очереди валидно, и вы на этом строите логику, ну это один разговор. Если же вы считаете, что очередь всегда должна быть правильной, и методы вызываются в правильном порядке, значит, стоит все-таки использовать исключения. там может кинуть в очень узкой ситуации. Есть просто blocking queue, она лимитирована по размеру, например. Ну то есть могут быть ситуации, что вы не можете добавить, потому что уже все, край как бы. Ну, нельзя больше элементов добавлять. Но это уже, скажем так, это история про специфичные коллекции, то есть какие-то никогда не бросят вам исключения, а какие-то могут бросить. Ну и есть ситуации, когда некоторые коллекции, они просто лимитируются по количеству элементов, как вариант. В обычной ситуации это не должно ничего бросать. Так, вот, есть еще наследник, получается, Q, это интерфейс DQ, и у него на самом деле, вот смотрите, у него есть элементы, во-первых, стека, вы можете с помощью него стек эмулировать, это вот push элемента и pop. Как работает стек, что это типа пачка блинов, когда вы складываете элементы поверх и потом также сверху достаете. Потом есть элементы методы очереди, ну вот, которые кидают включения, которые не кидают, и есть сам дек, да, он вам позволяет, получается, ну, ситуация такая же, да, что можно, есть методы с исключениями, есть методы без, вы можете добавлять теперь в начало, добавлять в конец, удалять из начала, удалять из конца и смотреть, что там лежит в начале и в конце без вытаскивания из самого дека. Ну и аналогично, да, дд обычно бросит исключение, если какие-то дополнительные ограничения на количество элементов, а remove get, если у вас дек пустой. Окей, есть еще интерфейс, получается, ну и вы уже использовали, в принципе, дек в домашних, да, и там, ну, казалось бы, можно было бы, там, где вы парсили скобочки, можно было бы заиспользовать просто стек, стек, по сути, вот это дек, и вот у него есть методы push-pop, и плюс стек можно было на самом деле в домашний преэмулировать просто через массив чаров. делать чар-скобочки и указатель, чтобы по нему перемещаться. Вот, есть еще интерфейс map, да, и тут вот есть много разных методов, соответственно, что тут появилось, да, есть, опять же, тот же size, есть из empty, есть методы уже про ключи и значения. вы можете поискать, если у вас какой-то конкретный ключ, какой-то конкретный value, достать value по ключу, если не будет, то вернется now, положить вот эту пару, да, key value в map, удалить какой-то ключ, и, видать, и возвращается, ну, не видать, в смысле, возвращается вам value, да, какой-то v, и это будет то значение, которое там лежало, по ключу, если оно было. Соответственно, put all кладет все элементы одной мапы в другую мапу, clear очищает, а key set уже возвращает вам привычный, да, вот эти set collections, и там вот есть enter set, это коллекция, множество пар вот этих, да, которые у вас лежат. И если его надо обойти, то, в принципе, вот эти три метода позволяют вам с помощью итератора или еще с помощью чего-то, это обойти. Set ключей, понятное дело, так как это мапа, то у вас ключи уникальные, то есть у вас в set уникальные value, а в мапе у вас уникальные ключи. Ну и поэтому получается, да, что key set это все-таки set, value это коллекция, потому что у разных ключей могут быть одинаковые value в мапе. Entry set возвращает вам вот эти пары. Здесь на самом деле, ну не совсем уж entry, это чтобы достучаться, надо написать map.entry из вашего кода. Вот, хэш-код equals, понятно. Get to default вам скажет, что мы хотим получить value по какому-то key, но если его не будет, да, нет такого ключа, то давайте вернем какое-то значение, которое мы сами вам дадим. То есть вы сами говорите, какое дефолтное, и если ключа не было, то вернется то, что вы сами хотели получить. вот, что еще тут есть. ForEach позволяет вам обойти все элементы, но не давая вам к нему доступ, да, а вы передаете сюда функцию, как обрабатывать ключ, как обрабатывать value, и мапа сама все обойдет. Соответственно, replace all такая же штука, вы даете функцию и говорите, что делать, если вам пришел какой-то key, какой-то value, то есть вы в своем save функции, то есть bfunctional interface, там реализуется метод, в этом методе вы пишете, ну, вам в метод приходит key и value, и вы пишете, какое новое value вам надо вернуть. Ну, это надо на примерах уже смотреть. окей, put if absent, это положить value по ключу, если там было пусто, не было такого ключа, remove, соответственно, ну, удалить, да, есть еще получается replace, ну, здесь все просто, поменяем, если value совпадало, то поменяем на другое value. Ну, вот, compute вы уже видели, да, я вам показывал на прошлой лекции, ну, то есть, опять же, да, компьютер absent выполнится тогда, когда у вас ключа не было еще в мапе, компьютер в презент вызовется, если у вас ключ был, компьютер вызовется всегда, и вот тут такая же история, да, что мы возьмем какой-то ключ, какой-то value, и вернем из него новую реализацию. вот, а merge используется тогда, когда у вас есть какой-то ключ, и он еще не был связан с каким-то value, ну, по сути, не было, да, там такой пары, либо там был now какой-то лежал, ну, тогда функция тоже вызывается. ну, это другая история, тут надо, ну, то есть не другая, здесь надо, чтобы понять, как это работает, надо прям реально сесть и код написать. Да, и вот еще тут есть пример, да, берем то же самое, что делали с сетом, делаем из текста список токенов с помощью lowercase и split, дальше, и пытаемся почитать их количество, и вот, соответственно, get to default, да, возьмем value по ключу, если value не было, положим, вернем нам вот сюда, вот в эту переменную нолик, и положим все назад, да, положим по тому же ключу старое значение плюс 1, ну, пример того же самого кода вы увидели на прошлой лекции, там было использовано, вот, соответственно, compute метод, ну, и дальше вот есть for each, смотрите, вот как работает for each, что вам на вход, вам не выдаются ваши элементы никуда, но вы говорите, что вот давайте у меня будет функция, которая принимает какой-то ключ и какой-то value, и вы просто пишете тело того, что с этим надо сделать, то есть вот тут вот вы получили это значение в вашей программе, ну, в вашем вот этом ходе, да, исполнения, а for each, вы говорите, что ну, для каждого вызови вот эту вот функцию, вот то, что здесь написано, вызови system.mount.print с таким-то вот текстом, то есть это вызвали вы, а вот это вызовется внутри метода for each, то есть вот вызвали words.fue each, зашли в этот, java уже зашла в этот метод, дальше начнет обходить каждый, каждый key value, и для каждого key value вызовет вот эту функцию. ну, как бы и нет никаких проблем, да, делать из вашей мапы мапу еще чего-то, где у вас value будут какими-то коллекциями, например. Почему бы и да. Ну, и, кстати, смотрите, а если сделать наоборот, да, вот здесь все, map, где ключ, это string, а value, это список стрингов, и как бы окей. А если мы сделаем наоборот, будут ли какие-то проблемы с этим? Ну, давайте. Все хорошо. Ничего не трогать, то следите. Ну, а если потрогать? Если мы знаем, что делать с этой мапой, то если мы столкнули? Ну, что, ну, тут это оба объекты. Не, ну, как бы, если ничего не трогать, то все будет работать, как бы окей, но... Если поменять, да, если мы знаем, что делать, ну, я бы сказал, если не было там изменять, если бы, если нам ну, вот, а если вам вдруг станет нужно изменить лист, то у вас все сломается. То есть история такая, что вот здесь стринг, стринг, он, в принципе, иммуто был. Если вы захотите изменить стринг, у вас появится новый стринг, старый не поменяется. И хэш-код, соответственно, ну, он всегда будет один и тот же. Вот вы создали стринг, у вас испокон веков будет одинаковый хэш-код. Ну, просто потому, что вы не можете поменять стринг. Когда вы захотите поменять, появится новый стринг. С листом другая ситуация. Хэш-код в листе зависит от элементов. Поэтому, если вы вдруг сделаете лист ключом, а потом возьмете в этот лист что-то добавить или удалить, ну, как-то его поменяете, то у вас хэш-код изменится. То есть у листа хэш-код будет зависеть от его элементов. И поэтому его неправильно было бы использовать в качестве ключей, потому что любое изменение списка приведет вас к проблеме. То есть у вас, то есть, смотрите, история такая, да, что вот у вас был лист, у вас была ссылка на этот лист. Вы его создали, потом сделали put, потом добавили что-то в лист, а потом пытаетесь по этому же листу сделать там get какой-нибудь, да, get по ключу. И вот у вас хэш-код уже не сойдется, вы не найдете value, лежащую по этому листу. Потому что хэш-код будет отличаться. Ну, и close тоже, да, потому что элементы разные. То есть надо понимать, что у списков типа это все зависит от хэш-код, зависит от элементов. Вот. Также тут есть такая история про реализации. Соответственно, вот есть множество, да, множество. Есть реализация конкретная хэш-сет, linked-хэш-сет. У sorted есть три-сет. Ну и здесь ситуация аналогичная с мапой. Кто расскажет, что такое linked, чем отличается от хэш-сета? Ну, каким порядком? хэш-сет закинет не куда угодно, а то, куда попадет ваш хэш-код, обрубленный по длине внутреннего массива. Ну, здесь то же самое произойдет. Да, вот правильный был ответ, что если вы что-то добавите в хэш-сет, да, или в хэш-мап и захотите потом обойти, то есть в хэш-сете вы будете обходить элементы в хэш-мапе ключи, ну, допустим, возьмете там этот кейсет получается, да, то в случае с обходом хэш-сета у вас появится итератор, он вам будет возвращать элементы в любом порядке, ну, в каком-то, да, вы не знаете в каком, как повезет, как вот они в хэш-сете расположились, в таком порядке вы их и получите. В случае с линки хэш-сетом вам будут возвращаться элементы в порядке добавления. То есть вот в какой последовательности вы их добавляли, в такой же последовательности они вам будут в конечном итоге возвращаться в итераторе при обходе. Вот, ну, в хэш-сете, в хэш-мапе, соответственно, там внутренний массив и вот эти бакеты, либо там двоичное дерево, если элементов много стало в одном бакете, в 3-сет находится, ну и в 3-мап, ну, так как 3-сет внутри себя использует 3-мап, реализация, в принципе, одинаковая, там находится красно-черное дерево, и если здесь вот на добавлении чего-то в хэш-сет, в хэш-мап в среднем вы будете тратить от единицы времени асимптотического, то в случае с 3-сетом это будет время логарифм от n, да, логарифм от количества элементов. То есть надо понимать, да, что здесь вы получите результат почти сразу, очень быстро, а тут вам еще придется пройтись по всему дереву. То есть операция не бесплатная, скажем так. Ну, здесь тоже как бы не всегда у от единицы, но можно так сказать, что, в общем-то, все почти так. Вот, то, что еще рассматривали, да, на прошлой лекции про хэш-код и эквус, который приходит из обжекта. Соответственно, если вы хотите заизвать что-то, что является sorted, sorted map или sorted set, то вам нужно сделать implements comparable. Интерфейс, который будет вам говорить, что если ваш класс implements comparable, значит, ваши элементы сравнимы. И для этого надо реализовать метод compareTo. Ну, и плюс нужен там хэш-код и эквус для вот этих хэш-сетов, хэш-мапа. И вот есть, получается, вот эти вот правила, да. Есть правила про эквус, есть правила про хэш-код и есть правила про compareTo. Ну, это мы рассматривали на прошлой лекции, да, вот про compareTo тоже есть, да, что они, во-первых, транзитивно-антисиметричны, потом есть знак, да, что если вы x сравнили с y, то у вас знак должен отличаться. Ну, и как говорилось, вот смотрите, что если у вас первый элемент был меньше, чем второй, compareTo должно вернуть отрицательное значение. Если второй элемент был, ну, первый был больше, чем второй, то возвращается положительное значение, больше нуля. Если они равны, возвращается нулик. да, и, кстати, некоторые иногда вот всякие там в олимпиадном программировании или еще где-то, если вам надо что-то быстрое сделать, то казалось бы, как легко сравнить числа, да, для compareTo. Ну, возьмем, вычтем. Если одно число оказалось больше, первое, да, то у вас будет положительное число. Ну, все правильно. Если первое число оказалось меньше второго, значит вы уйдете в минус. Если они были равны, уйдете в ноль. Казалось бы, все работает корректно, если забыть о том, что у вас могут быть оверфлоу, да, переполнение может быть. Что если вы начнете сравнивать большое положительное число и там маленькое отрицательное, то вы получите отрицательное число. Ну, потому что минус на минус даст вам плюс, вы прибавите и перескочите в самый конец диапазона числового. Поэтому вот когда вы так пишете, надо подумать, действительно ли вы можете так написать. И лучше есть смысл просто взять и написать if, да, если там первое число больше второго, то верни один. Если равны, верни там ноль, иначе верни минус один. ну вот, это про то, что надо как бы соблюдать правила и все-таки корректно все это писать. Вот, да, вот есть пример, как, например, с этим пользоваться. Вот у вас есть список, список каких-то, ну, соответственно, студентов, которые вот были до этого объявлены. Дальше вот вся эта история, что вычитать не надо, конечно, ничего. И можно написать компаратор о том, как студентов надо сравнивать. Ну, давайте будем сравнивать студентов по курсу. А если курс совпадает, значит, студенты у нас в принципе, ну, равны. Ну, окей. Давайте добавим их в лист, лист отсортируем. Нет, неправда. Смотрите, первый раз мы отсортировали лист не так. Мы говорим collections.sort список, да, в списке элементы студент. Значит, как наш лист отсортируется? Он отсортируется так, как мы задали вот в этом методе compare2. Ну, то есть выяснится, что класс студент все-таки implements comparable и будет вызываться compare2, чтобы отсортировать. Сортируется от меньшего к большему. вот смотрите, получается сначала сравнится фамилия. Если фамилия совпадет, будет сравнение по имени, если и имя совпало, сравним по курсу. Вот в результате и получается, да, что у нас получилось, получился список, где фамилии идут в возрастающем порядке. там, где фамилии совпали, по возрастанию идут имена. Потом мы говорим, ну, слушай, ну, окей, как бы так отсортировали, давай отсортируем по-другому. и дадим, ну, то есть вы не всегда можете взять и поменять компанияту в классе. То есть либо вы меняете метод компанияту реализации в классе, тогда вы все везде тоже заэффектите. Но если вы не можете так сделать, можно написать какой-то внешний компаниятор, который будет с вашим классом взаимодействовать, да, будет знать, что это именно компаниятор для вашего класса. Ну и вот вы скажете, окей, давайте отсортируем по курсу. И вот получается окей, да. У вас теперь без разницы, какая фамилия, имя, но сначала будут с наименьшим курсом, потом курс побольше, потом курс самый большой. Вот все корректно отсортировалось по курсу. Вот, причем можно взять и передать это в сет и сказать сету, что, ну, окей, давай ты будешь сравнивать элементы не так, как задано внутри лист, вот этот метод компанияту, да, а так, как вот я тебе скажу, надо сравнивать студентов. То есть говорите, как сравнивать эти элементы в этом сете, добавляйте туда весь список и получается, что вот теперь у вас отсортировалось так, что уникальность по вот этому курсу, но элементы не все. и если посмотрите, то у вас выкинулись те, которые добавлялись вторыми. Ну, то есть первый самый элемент добавился в сет, все остальные не добавились. То есть вот здесь, да, вот перед тем, как все добавлялось в сет, был лист отсортирован по курсу. Ну, и можно посмотреть, смотрите, вот курс совпадает, первый элемент здесь получается боб или фавдей, да, вот он добавился в сет. окей, найдем курс единичку, да, вот есть Венедикт, есть Стислав, и добавился первый, который был по порядку. Вот со вторым курсом тоже два человека, добавилось только первый. То есть если у вас компету совпал, то будет в конечном сете, ну, точнее, сорта сет, да, здесь было бы правильно сказать, что это не сет, а сорта сет, то у вас в конечном множестве будут те элементы, которые попались, ну, смогли добавиться первым. Вот они пришли первые, вот они добавятся, остальные отбросятся. Ну, и у вас будет уникальность по вот этому, по элементам, для которых компету возвращает нолик. Таких элементов будет, ну, один-единственный у вас будет сети. То есть вот теперь формально у вас не получится добавить сюда больше ни одного студента, у которого грейд будет соответствовать там 0, 1, 2 или 3. Они все, для них всех метод ADD будет возвращать false. Вот, причем у каких-то базовых классов есть порядок по умолчанию. то есть если вы хотите отсортировать что-то, что там byte, characters, long, или там файл, или строчки, или даты, то вот, скорее всего, ну, то есть там уже есть уже этот compare, и вот он скажет, что вот базовый порядок вот такой, от меньшего к большему. Для чисел, для булина там false true, для файла, ну, по названию файла, да, или стринги тоже там от меньшего к большему. Да, это хронологически будет. Но при этом, да, смотрите, что если вы попытаетесь отсортировать список элементов, которые не реализуют, интерфейс comparable, либо если они не реализуют, вы не добавите, соответственно, comparator, да, ну, вот как вот здесь. То есть, если бы лист бы не реализовывал бы comparable и у него не был бы переопределен метод compareTo, а если бы он не был, то вы бы не передали явный comparator, да, какой-то, который сам написали, то у вас будет, соответственно, исключение вылетит. Потому что внутри себя в методе sort элемент списка попытается привестись к интерфейсу comparable, чтобы вызвать compareTo, вызвать не сможет и выбросит исключение. ну, все правильно, да, что если ваш класс не реализует comparable, то чтобы у вас все заработало, вам нужно передать вторым параметрам comparator. ну, две ситуации, да, либо у вас чтобы sort заработал, либо ваш класс должен реализовывать этот интерфейс и писать, как элементы сравниваются, либо не реализовывать этот интерфейс, и тогда вам нужно написать для этого класса свой comparator отдельно. тогда все будет окей. Ну, а иначе вот будет исключение, причем исключение там просто не момент каста вашего элемента к интерфейсу comparator. Ну, вот, есть еще sorted set, да, и в нем появляются еще, ну, как бы, новые методы для множеств. Так как он sorted, значит, вы можете, во-первых, узнать comparator, по которому элементы сравниваются. В принципе, там будет now, если дефолтный comparator. Потом можно достать подмножество. Ну, сабсет, да, он достает, ну, вот, получается, что. Ну, имеется в виду, что смотрите, сабсет говорит вам, что у вас есть два элемента, первый элемент меньше, чем второй, и вот надо найти то, что между ними. Headset, те элементы, которые были выше, tileset, все элементы, которые, ну, не выше, больше по сравнению. tail, которые меньше. first class возвращает первый и последний в порядке. Ну, вот, кстати, пример. Здесь, сабсет, это получается тоже, как у саблиста, не новый сет, а просто ссылочка на тот, типа, view, этого сета существующего. Вот, добавили 10 элементов в сет. Вот, взяли у него подмножество, с второго по пятый. Взяли у него first. Ну, окей, вот, first равен двум. Сделали у этого сабсета clear. Ну, и пятый элемент был, то есть, левая граница включается, пятый не включается. Вот, вы его взяли, у вас получились элементы 2, 3, 4. Сделали clear. И, тем фактом, вы поменяли реанимический сет. То есть, 3, 4 просто удалилось. Теперь тут нет этих элементов. Вроде как, поменяли сабсет, а поменяли тот. Ну, соответственно, хедсет вернет все элементы, которые меньше, чем тот, что вы дали. Тейл. Что-то странное. Давайте посмотрим. Ну, надо перепроверить. Просто мне кажется, что должно оно как-то наоборот быть. Ну, то есть, Тейл должен возвращать вниз, а хед вверх. У меня такое подозрение. надо конкретное IP перепосмотреть. Ну, как бы, что назвать головой, а что хвостом? Мне кажется, что голова это то, где элементы больше. Ну, в общем, как смотреть на это по-разному. То есть, если считать, что голова это от меньшего элемента к большему, да, а хвост начинается с большего элемента к меньшему, то, ну, в принципе, окей, тогда все работает корректно. Если мы считаем, что хед это начало, а начало это у нас элементы минимальные, ну, все окей. Хед возвращает все элементы меньше какого-то, Тейл все элементы больше какого-то. Ну, окей. Также, смотрите, у сорта сета есть друг sorted map. Сортed map, да, ну, вот здесь то же самое как сетом, только у вас есть сабмап по ключам, хедмап от какого-то ключа, тейлмап от ключа, первый ключ, последний ключ, множество ключей как сет, множество значений как коллекция, потому что могут быть дубликаты, а в ключах дубликатов не может быть, ну и сет вот этих пар, да, key value. Ну, вот, здесь такая же история, взяли мапу, добавили элементы, взяли кисет, сделали у него под мапу, ну, левая граница опять-таки включается, правая не включается, вот ее достали, хедмап получается, возвращает все, что меньше, как в случае с сетом, тейл возвращает все, что больше равно. Ну, у сета эти методы также, работают, хедсет возвращает все, что меньше ключа, тейл сет возвращает все, что больше равно какого-то ключа. Вот, еще есть, получается, в Java некоторые обертки под ваши коллекции. Обертки имеется в виду, что вот вы взяли, это, получается, тоже композиция и это паттерн декоратор. Ну, паттерн декоратор, композиция, формальная одно и то же, в каком-то смысле, по сути. И, соответственно, есть такая штука, например, collections. Есть такой класс, и в классе collections есть много вот этих методов оберток, которые возвращают вам вашу же коллекцию, но чуть-чуть другую. То есть, ваша коллекция берется и оборачивается в другую коллекцию с дополнительными ограничениями. Ну, то есть, синхронист это история про многопоточность. И если вы, например, хотите, чтобы вот был у вас метод ADD, и в метод ADD мог зайти в один момент времени только один единственный поток, то вот можно было бы взять и вызвать, взять вашу коллекцию, которая не готова к многопоточности, дать ее на вход к этому методу. Этот метод внутри себя создаст новый объект коллекции, где ваш просто заинжектит, да, как композиция, да, у вас будет это поле, и поэтому объект возьмет, будет брать блокировки. Ну, про многопоточность еще поговорим, но история такая, да, что вот просто берется у вас метод ADD, и он вызывается не у самой вашей коллекции, а он вызывается у коллекции обертки, которая смотрит много. Если действительно еще ни один трет не зашел в этот синхронист блок, то тогда действительно делегируем работу вашей коллекции и вернем значение. Ну, синхронист почему-то говорит, что если трет зашел в этот блок, значит никакой другой трет сюда же зайти не может. ну, а mutex говорит о том, что вот если то есть там во всех методах получается remove, clear, ну, везде стоит вот этот код синхронист mutex и получается, что если кто-то какой-то трет выполняет ADD, то другой трет не может сделать remove. Ну, что у вас все методы будут синхронными. Но не у всех. Например, вот есть методы, да, там итератор, сплитератор, стрим, параллелстрим. Ну, итератор окей, про стримовищ поговорим, но просто у них нет вот этой синхронизации. Если вы возьмете итератор, то и решите, что то есть вы можете обернуть коллекцию эту обертку синхронист, потом вызвать итератор и решить, что вы сейчас будете обходить, все будет окей, но на самом деле нет. Если вы возьмете итератор и начнете обходить, то никто не помешает к какому-то другому триду прийти и добавить что-то в вашу коллекцию. То есть здесь уже никакой синхронности нет. Надо это понимать и помнить, когда используется. Есть вот другие обертки, называются, ну, у них другие названия, вот у них префикс unmodifiable, и они делают из вашей коллекции коллекцию, которую нельзя поменять. Нельзя поменять, это значит нельзя ничего добавить, нельзя ничего удалить, нельзя сделать, ну, clear по сути удалить. Нельзя добавлять, нельзя удалять. Здесь такая же история, что у вас появится новый объект, который внутрь себя положит вашу коллекцию. Те методы, которые соответствуют unmodifiable коллекции, вызывать позволят, делегируя вот той, что вы передали. А в других методах будет просто вылетать исключение. Все, что модифировало, будет кидать unsupported. Есть еще подметоды с префиксом checked. Ну, это сейчас история немножко про дженерики, там сейчас будет на следующем слайде пример. Ну, он говорит о том, что вы, если вы кладете в какую-то коллекцию там стринги, то вы в нее положить интеджер не сможете. в принципе в джаве можно так сделать, про дженерики еще поговорим. Но вот это чекит, что он будет проверять прям вот тип объекта, который вы кладете в коллекцию в момент добавления. Ну, и надо передать тип, который правильный, да, тот тип, который в этой коллекции должен лежать. Ну, и, соответственно, те же самые, про коллекцию про лист, про мапу, там, навигейву мапсет, ну, про это не говорили, но это формально тот же sorted set, просто, что можно более, ну, есть дополнительные методы, как брать вот эти подмножества. Соответственно, работает это вот так вот, да, что вы берете, например, список и говорите, что список там дженериков, то есть, то есть параметризуете его каким-то типом интеджер. То есть вы ожидаете, что в этом списке будут лежать только интеджеры, да, окей. Дальше вы делаете add интеджер, все окей. пытаетесь сделать add строчку там ABC и вы не сможете так сделать, потому что явно заданный дженерик защитит вас от такого вот некорректного кода еще на этапе компиляции. Если нужны дженерики, значит, при попытке положить нет дженерик, будет ошибка. Но вы можете обмануть соответственно дженерики и джаву, сказав, что а давай вот эта ссылка, которая была ссылкой на лист дженериков, лист интеджеров, теперь будет ссылкой без явного типа. Ну, вы можете так сделать, сказать, что у вас теперь просто лист и сделать себе новую ссылку. То есть создать ссылку, указывающую не на дженерик тип, а без разницы какой тип. после этого вы сможете добавить строчку в ту коллекцию, которую создавали, ну, планировали пользоваться как дженериком. Теперь вы добавите сможете, добавить вы сможете, но при попытке что-то вытащить у вас вылетит исключение. Ну, один, потому что у этого элемента индекс будет ноль, у этого элемента индекс будет один. Соответственно, вы пытаетесь достать, ну, вы же хотите достать интеджер, там же интеджеры лежат. И причем вот, да, взяли эту же ссылку, достаете интеджер, вы же думаете, что все у вас окей, и появляется у вас исключение. То есть история такая, что вы сделали лист интеджеров, кому-то дали, кто-то взял его подменил, сказал, что ну, давайте скажем, что это просто лист и добавит вам строк. Ну, вы можете сами как-то так ошибиться, либо кто-то не подумает, так сделает. И вот вы получите проблему, когда попытаетесь достать тот тип, который хотели. Но можно теперь взять ваш этот лист и защитить от таких штук. Если обернуть его с помощью collections, вот check-it list, вот эти оберточки, которые были. Ну, то есть там и коллекцию, и set, все это можно обернуть, и вы говорите, что ну, слушайте, вот только интеджер, ничего больше нельзя. Теперь история вся такая же, что вы можете добавить интеджер, можете добавить стринг, стринг не можете, ну, все же по той же причине, что у вас здесь указан тип явный. Но если вы проведете аналогичную операцию злономеренную, возьмете тип, отбросите, и попытаетесь добавить, то вот у вас уже exceptions случится здесь. Не тогда, когда вы попытались достать что-то, а на момент добавления. То есть если вы тип проверяете в момент добавления, значит ваша коллекция всегда будет с правильным типом элементов. Ее никто не сможет в процессе испортить другими объектами. Но в общем-то я видел чуть менее чем никогда. Обычно если это ваш код, то все пишут корректно. Написали из дженериков. Если кто-то написал вот так, значит это явно какая-то проблема в вашей программе. Либо у вас какой-то старый legacy код, который когда не было дженериков приходилось так писать, оперировать объектами, кастовать к какому-то нужному классу. Но если у вас код новый, написан на джаве выше пятой, то в принципе такой код скорее ошибка. Если кто-то напишет такой код, он наверное ошибся и надо его переписать. Еще в этих штуках есть такой метод как сделать очередь из дека. когда у вас был дек и вы могли все, ну вот давайте сделаем as lefo queue и теперь у вас просто часть методов ну просто вы избавитесь от части методов которые вам были доступны чтобы кто-то не мог там что-то в другую ну не с той стороны запихать или вытащить ну история простая берете даете дек и получаете queue того же типа есть еще вот такая вот штука что у вас допустим есть map а вы хотите set почему бы и нет ну то есть про вот это я вам уже говорил что такая штука работает ну допустим у вас есть какая-то реализация map а вот set такого нету вот map написали set не написали ну окей ну давайте сделаем вот такой метод new set from map то есть если вот у java хешсет три сет которые в стандартной библиотеке лежат там оперируется объектом ну здесь у вас будет булин то есть вы создаете мапу ключа который вам нужен как ключи в set и говорите что второй параметр это булин ну и все ну и тут надо сделать ну работает это так что вы сделаете пустую мапу передаете в метод получаете set и больше в эту мапу не лезете то есть в идеале вот тут написано там new set from map new custom map все чтобы у вас нигде эта ссылка не сохранила чтобы вы не могли сами себе навредить случайно то есть бывает так например что у вас есть какой-нибудь там concurrent hash map а вот concurrent hash set у вас нет ну окей давайте вызовем concurrent hash map с помощью этого метода получим себе set по ключам ну почему бы и да так ну смотрите помимо оберток также есть фабричные методы которые вам позволяют создать что-либо неявно не создавая да без написания там new что-то там вот есть например такая штука да что у вас есть метод такой ну класс такой арейс у него есть метод азлист который принимает себя какое-то количество элементов и в результате возвращает вам список из них то есть вы можете сделать но при этом если вы этот список начнете модифицировать делать там remove add у вас вылетит исключение вот так же можно делать получается массив ну и в обратную сторону да вы можете сделать из массива список якобы массива да и списка вы можете сделать массив с помощью метода вот tory здесь ограничение на дженерике что вы java не знает какого типа объекты вы имеете в процессе работы поэтому вам надо передать например там new и нужный тип сюда вот пустой достаточно да без этого вы получите просто массив и есть еще такой метод который принимает ну формально лямбда выражения да что вам на вход дадут циферку нолик число а на выходе вы должны получить массив того типа который вам нужен ну про вот эти лямбда и ссылки на методы еще будет отдельно но вот можно там сослаться что сказать что метод int function принимает себя это на самом деле метод который принимает аргумент ноль а возвращает новый массив то есть формально здесь вызовется new string и does 0 на вход создаться новый массив типа string так дальше есть вот такая вот штука что есть класс collections класса collections есть еще метод ncopies когда вы говорите что вам надо n раз повторить один и тот же элемент у вас список опять же появится будет неизменяемым но чтобы обойти эту штуку с modifiable как и до этого как и сейчас можно просто его создать себе множество ну пять раз повторить что-то а дальше обернуть это в new list точнее не обернуть а создать modifiable лист на основе уже существующего также есть вот очень полезные такие методы про singleton singleton это история о том что у вас есть что-то с одним единственным элементом когда вам это надо вот не надо то есть если вам нужно что-то где всего один элемент это что-то modifiable то ни в коем случае не надо писать new там хэш сет хэш сет add один элемент закончили да или там new release release add один элемент закончили вот есть для этого специальные методы то есть если вы хотите вашу коллекцию записать только один единственный элемент вот надо делать вот через эти штуки ну это кстати довольно часто встречаемая практика например это нужно когда вот вы вызываете там где-то дефолт какой-нибудь да хотите вернуть что-то пустое или вам надо какое-то значение по умолчанию через настройки какие-нибудь есть еще большой другой список важных методов полезных которых есть префикс empty но это все тоже про тот класс collections вот и здесь есть такая штука empty нумерейшн там итератор лист лист итератор map navigable map set set sorted map sorted set в чем разница да что если вы хотите сделать что-то пустое и вы для этого пишите там new hash set или new release или new hash map или что-то еще то вы создаете новый объект вы создаете новый объект вы потребляете новую память хотя вам это все делать не нужно потому что вам нужно действительно какой-то пустой объектик вот часто это используется опять же в тех же там мапах или в значениях по умолчанию когда вы допустим хотите что-то обойти вот вы положили там сделали map там string list а дальше вы просто вам нужно просто по этому листу проитерироваться и вот вам не важно то есть если вы попадете на null там будет null то вам надо отдельно это обрабатывать if там вы вернули у вас получился null ну давайте не будем ничего делать можно это сделать более элегантно можно не опираться на null и не ловить потом в конце null pointer exception если вы где-то ошиблись а для этого есть вот эти штуки что если у вас там какая-нибудь мапа key какой-то и value это список и вы знаете что каких-то ключей у вас может там не быть то вы пишете там get a default ключ и там empty list а дальше начинаете просто обходить через там какой-нибудь for each или там итератор то есть вам не важно вам не важно есть элементы или нет вам надо просто все элементы обойти ну в случае с пустой коллекцией вы просто ни разу цикл не запустите при этом это все вам достается бесплатно потому что эти пустые коллекции они уже один раз создались один раз уже были созданы и дальше вам возвращается всегда одно и то же то есть ни в коем случае не делайте там new or list если вам надо что-то пустое вот есть для этого методы в классе collections также там с какой-то ну уже в последних версиях java то есть это все давно уже существует и не так давно появились новые методы в классах вот list да например есть класс list там появились методы off это все тоже unmodifiable и тут есть всякие там off ничего off одного элемента двух там причем они здесь пошли еще дальше с оптимизациями и они сказали что ну то есть вы с помощью вот этой вот штуки с помощью collections вы можете что получить да там empty и можете получить в принципе вот single tone но вам может вдруг понадобиться несколько элементов тогда вот есть например класс list и там опять же есть вот эти методы и тут формально на самом деле здесь что произойдет если вы даете массив элементов да ну много там внутри создаться какой-то список ну массив иначе вот там пустой вам вернется что-то уже готовое от одного элемента там вернется вам лист с конкретной реализации где создается не массив а там просто есть переменная одна да одна переменная которая засетается это value или там две переменных которые засетуются эти value ну давайте наверное сейчас лучше в код посмотреть есть такая же история про set множество modifiable но так как это set опять же дубликаты добавлять нельзя то есть если вы вот куда-то сюда впихнете одинаковые элементы вы здесь же и получите исключение при этом если обычный там хэш-сет это ну опять же там массив и бакеты то здесь нет такого массива и бакета здесь все расположено в одном массиве то есть значение ячейки есть является самим элементом в хэш-сете не так да там как бы в массиве есть ячейк который является списком или деревом вот и опять же здесь тоже есть эти все штуки что если элементов мало то вам вернется set где будет у вас не вот эта вся структура да с массивом а просто одна переменная как поле есть такая же история с map они тоже modifiable тоже нельзя дубликаты добавлять будет исключение и там тоже хэш-таблица где массив но каждая ячейка является элементом и такие же оптимизации ну давайте раз уж так то вот конкретно на это так ну давайте сейчас лист так плохо видно так ну вот можно найти например вот так вот 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 list of да смотрите возвращается immutable collections empty list list of одного элемента возвращается immutable collections list 1.2 ага здесь вернулся empty list тут лист 1.2 тут все еще 1.2 о 3 да вернется у вас лист n уже ну давайте посмотрим значит empty list это уже что-то готовое вы всегда будете возвращать одну вы всегда будете получать одну и ту же ссылку вот он этот лист n один раз был создан и вот он всегда будет возвращаться потом что тут есть лист 1.2 о смотрите здесь нет никакого массива здесь просто есть две переменных вот переменная 0 переменная 1 и вот два конструктора от одного элемента второй now и от двух элементов если вы вызываете лист n то вот здесь уже формально появится массив если элементов больше трех то вот уже настоящий массив там внутри ну давайте откроем set так set можно искать методы по-другому есть ключевое слово и он будет искать по методам но у меня на маке cmdf12 у вас как-то может быть по-другому вот тут тоже есть метод смотрите off много чего вот тут тоже off возвращается в mt set опять же уже готовая реализация от одного возвращается 1.2 от двух возвращается 1.2 от трех уже возвращается set n ну соответственно 1.2 здесь как в случае с листом тоже будет просто два элемента хранится если же у вас set n то будет храниться здесь уже настоящий массив и вот как можно заметить здесь уже получается это хэш табличка то они создают массив не на ваше количество элементов да которые вы передали сюда а на неко больше в два раза больше создается массив чтобы нормально закешировать ну и дальше они пытаются пройтись они идут по всем вашим элементам считают ну берут элемент текущий потом считают индекс здесь они считают как раз таки хэш код ну давайте заодно посмотрим как это делается ну это как бы простой еще пример потому что в хэш мапе там хэш сети там сложнее это чуть-чуть считается хэш код дальше если у вас не получилось найти вашего индекса вылетит исключение что ну то есть если индекс уже такой был значит вы положили дубликат не очень хорошо вот вылетает исключение или аргумент exception а иначе они возьмут ну то есть если индекс положительный значит уже такой элемент был по их логике да если отрицательный значит такого элемента не было ну давайте его инвертируем мы положим по этому индексу элемент вот как считается айдишка да окей они взяли какой-то элемент они взяли его хэш код и они его срезали по длине массива в общем возвращает значение по умолчанию да ой по модулю то есть срезали это все по модулю и у вас получился какой-то индекс в границах уже то есть хэш код по модулю вот этой длины дальше мы там у них вечный цикл который должен всегда закончится то есть мы не может такого быть что если мы пройдем по всем элементам то мы то есть код написан так что мы всегда из этого вечного цикла выйдем ну теперь смотрится даже смотрите мы нашли какой-то индекс окей классно давайте посмотрим что лежит по этому индексу в нашем массиве если там пусто все вернем отрицательный индекс будем считать что мы нашли место вставки иначе если там не пусто наш элемент совпал equals значит это дубликат и мы вернем наш найденный индекс да который был иначе мы индекс увеличим то есть если что-то занято но там нет нашего элемента значит увеличим индекс и попытаемся заново да если наши дубликат плохо если не нашли то вернем на какой какой-то момент позицию вставки почему этот цикл будет работать корректно он будет работать корректно потому что у вас длина элементов там 10 до например а массив создается в два раза больше но очевидно что если вы пытаетесь добавить 10 элементов 20 массив из 20 то у вас всегда найдется пустая ячейка соответственно хотя там while true он как бы вполне себе корректный потому что есть гарантии того что будут пустые элементы вот ну и есть еще получается класс map у него тоже есть эти методы of опять же тут вернется что-то уже существующее здесь вернется map 1 map а дальше будет возвращаться map m ну все больше нет никаких оптимизации чтобы вы не вызывали всегда будет map m ну давайте посмотрим map 1 окей опять здесь оптимизация одна переменная и вторая нет никаких еще массивов ничего нет такого похожего что там лежит ну то есть empty понятное дело там была пустая коллекция уже созданная всегда один и тот же объект map 1 только две переменных а map n создает уже настоящую табличку создается массив тут в принципе происходят похожие вещи во первых они проверяют что вы передали нужное количество аргументов ну потому что но в принципе вы так сделать не сможете просто потому что map да вот эти методы of ну хотя вот этот вот ну да они ограничены по размеру то есть вы явно должны указать то количество элементов которые надо соответственно внутри этой штуки проверится что нет дубликатов это как бы спасение от самих себя заодно проверка штамм нет новых ну то есть это уже их внутренние типа штуки даже вот internal error что это не про вас дальше они увеличивают размер сколько два раза получается да сдвигают на степень двойки и и или чего как работает две стрелочки я понимаю куда он сдвигает вниз или вверх или умножает то есть заодно лайфхак как если вы вдруг не знаете но мы ну давайте проверим как быстро проверить вот хотите вы хотим узнать как не написав код проверить как это работает ну смотрите сейчас мы вот как документально это подтвердить вот эти все догадки вот у вас есть java да вот вот у вас есть код вот что делать с новый класс создавать да вот есть вот ну так это надо опять что-то вызвать и вызвать этот метод давайте попробуем по-другому чем-то в джаве есть получается какая штука есть там java shell вы может быть если пользовались питоном там есть интерпретатор у питона да и вот есть такая же штука у джавы называется джи шелл вот и тут можно что-то сделать например можно сказать что ага давайте там 16 двинем на 1 острите 8 получается уменьшили давайте посмотрим что будет если там все 17 сдвинуть на 1 вот будет тоже 8 то есть мы сдвинули до степени двойки размер уменьшили то есть не просто сдвинули до чтобы еще у нас так сейчас ну типа 24 сдвинем 1 ну вот будет 12 12 чем 12 вот теперь мы еще узнали что это не просто дзиг да это еще деление на 2 ну смотрите это сдвиг получается этот но у нас есть биты вот окей работает как битовый сдвиг соответственно битовый сдвиг непонятно так понятнее как это работает окей мы значит сдвинули бит в бок а потом умножили на 2 эту всю весь размер то есть теперь у нас получается опять есть табличка ну кстати вот смотрите вот что вот такая такая штука да лент плюс 1 амперсант невнятная да историю ну вот эта вот штука получается возвращает минус 2 есть long давайте посмотрим туба и на ри стринг так ничего там ну 1 хорошая попытка ну вот получается возвращается бинарная строчка да давайте то есть 1 вернет вам 1 а вот эта штука да он все биты берет отворачивает то есть там где была единичка остался нолик там где были нолики остались единички ну и что тогда получается если здесь и то значит вот этот последний останется нулем вот то есть они это написали но работает ну как бы так сходу неясно да что происходит вот сделали размер таблицы четным создали его и дальше получается та же самая история проверяется что то есть но вы нельзя положить сюда да проверяется что ключ у вас не на у проверяется что у вас value не на у и вот такой есть метода есть такой класс объект вы в принципе вы сами можете использовать там тоже есть куча полезных методов всяких утилитных и вот например require not now он выбросит исключение да ну просто если now то выброси исключение казалось бы ну полезно его использовать потому что если вы нулов не ожидаете то вы об этом узнаете чуть раньше чем вы все как бы то есть на подступах к проблеме вы получите проблему раньше не тогда когда вы будете пытаться этими нулами разбираться внутри а сразу нельзя ну и ну давайте сразу выбросим исключение дальше такая же история ищется хэш-код по ключу так же как и тогда искался но теперь мы сдвигаем индекс не на единичку мы сдвигаем на двоечку на двоечку нужно сдвигать потому что кивели лежат рядом то есть нашли индекс ключа если индекс положительный значит мы попали в дубликат выбросим исключение иначе инвертируем и положим ключ и рядом положим value ну все классно да вот эта история про то как сделать хэш таблицу с открытой адресацией то есть когда в ячейках лежат сами элементы а не какие-то дополнительные структуры данных ну и раз уж пошло за это дело ну вот есть еще хэш давайте хэш сет у хэш сета есть метод адд адд возвращает вызывает путь с объектом вот у них есть презент да они создали один раз обжект всегда его и завид теперь если вы внутри хэш сета вызовите адд то вы вызовите метод map и путь с этим объектом в качестве value уже существующий ну соответственно на у вернется если там ничего не было и ну путь возвращает старое значение соответственно map put вызовет put value вот уже хэш map тут посчитается хэш от ключа но этот хэш он посчитается формально то же самое но здесь битовая операция они взяли посчитали хэш код и сделали его xor с этим же хэш кодом но сдвинули его на 16 то есть чего интеджер это 32 бита да вот они его сдвинули на 16 и проксорили то есть формально они что сделали они взяли и сделали xor со старшими битами то есть типа учили всю полноту вот этого числа взяли хэш код учили старшие биты посчитали так хэш дальше пытаются но смотрите здесь все еще нет никакой истории про размер таблички можно заметить добирается ключ если науто хэш код 0 иначе посчитаем хэш код проксорим делаем put value у нас уже есть какой-то хэш тут дальше очень много кода и вот а вот тут вот вот они здесь берут и делают сдвиг по таблице по размеру то есть вот у них есть получается хэш хэш может быть какой угодно да но этот хэш надо уменьшить до размеров массива который есть массив лежит получается вот здесь вот массив tab это table да и вот они говорят что вот там лежит hashmap.node keyvalue это табличка и вот здесь они сдвинули то есть tn минус 1 это получается текущий размер таблицы да у него есть какие-то ну то есть смотрите n получается фэш таблица это какой-то степень двойки по-хорошему если ее сдвинуть то у вас получится все биты единички то есть у вас получаю получилось число где все единицы при этом это все в диапазоне вашего массива значит если ваш хэш вылез за границы то эти все биты сотрутся то есть выкинуться просто именно поэтому когда вы считаете то есть здесь отбрасываются старшие биты хэш коды именно поэтому вот здесь как бы они ну чтобы и все-таки как-то учесть да здесь происходит xor с ними со старшими битами так put value берется табличка ищется ячейка дальше они смотрят ага если там мы еще ничего в эту ячейку массива не клали давайте создадим новый узел new note вот у них тут просто обертка который создает новый узел хранится там получается хэш хранится ключ хранится value и ссылка на следующий элемент то есть это связанный список ну note это просто вот внутренний статический класс с четырьмя элементами полями если же у вас там лежит не null значит вот в этом п то здесь еще код встретил он такой не совсем читабельный то есть взяли переменную п они ее создали сказали что это какой-то узел то есть здесь у них есть tab эта табличка до массив этих узлов вот в п запихали узел дальше они смотрят они присваивают внутри этого ифа но вот после того как эта операция выполнится в п будет какой-то value да и если тут лежал нау то окей они зайдут сюда если нау тут не было то в п присвоится нормальный вот этот узел и дальше они будут с ним оперировать то есть засетали значение p внутри вот этого ифа ну вот как бы утверждается что плохо писать такой код то есть он оптимизированный по вот этот пример кода да который работает быстро и там эффективно но является трудно читабельным скажем так то есть если вам нужно что-то быстрое вам так или иначе придется писать что-то вот такое чтобы сильно оптимизировать но обычно можно как бы все таки сделать что-то более читабельным потому что очень ну что-то вот сделали структуру данных ее издают все ее надо сделать максимально эффективной классно давайте напишем максимально эффективный код забив на читабельность если же наоборот да у вас как бы не что-то критичное по времени исполнения но это часто этот код часто читается давайте писать понятнее ну окей да вот сюда засетали потом идем по этому по связанному списку как здесь как вы помните да здесь есть ссылка на next на следующий элемент и смотрится значит если вашего текущего то есть если вы здесь не вернулся на у значит хотя бы один элемент в этой ячейке массива уже существует он уже там лежит значит берем этот хэш сравниваем с хэшом нашего объекта если он совпал ну классно давайте посмотрим может быть ссылки еще совпали здесь проверяются то есть здесь в к кладется ссылка на ключ и сравнивается если ссылки не совпали давайте посмотрим не равен ли ключ на у то есть в принципе можно положить в мапу да ки равны на у в хэш-мапу если это не на у ну давайте проверим на equals теперь то есть equals вызывается в самую последнюю очередь если у нас не совпал хэш и если у нас не совпали ссылки только тогда действительно посмотрим значит если у нас получилось все классно вот здесь кстати вот здесь казалось бы нужна скобочка то они кладут в переменную е нужный узел да если не сложилось и там например то есть если вы не попали давайте посмотрим а может быть там уже дерево если там уже дерево то мы тогда скажем что это узел на самом-то деле не связанного списка узел узел дерево а у дерева уже есть получается родители left там левый ребенок правый ребенок и предыдущий плюс это опять же красно-черное дерево но они не переиспользовали три мапу да они написали свою реализацию еще и внутри хэш-мапу но это опять же история про производительность чтобы не делать лишних вызовов так если это не узел дерева то есть если это узел дерева они пытаются по дереву теперь пройтись put 3 value вот здесь уже обход дерева идет влево вправо нашли не нашли как дерево обходить в общем история если же это все еще связанный список ну давайте будем по нему идти пока у нас есть следующий элемент ну то есть если вдруг мы пришли в конец и там уже пусто обошли весь список да и ничего не нашли давайте создадим новый узел и положим его если вдруг оказалось что ну а бинка он читает сколько у нас элементов бакете вот мы обходили 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 увеличивали увеличивали причем заметим что у фора нету середины нету условия выхода мы пытаемся быть пройти все бакеты какой-то момент мы так или иначе наткнемся на нау то есть вот эти гарантии они получаются ну некий контракт да что мы знаем что наш код закончится дальше если мы пришли в конец то создадим новый узел но если у нас элементов стало получается если количество ячеек которые мы прошли стало больше равно чем 8 минус 1 то есть 7 и минус 1 для первого ну окей да давайте положим это сделаем теперь из этого узла ну из этого связанного списка дерево вот они берут ну в общем сюда я уже не буду углубляться но они заменяют получается все узлы в этом бакете с индексом делать из этого дерева иначе другая ситуация да что если вдруг то есть это если мы не нашли но мы могли найти окей мы нашли то есть хэш совпал ключ ссылка совпало либо у нас ссылка не совпала на совпали по эквелс ну тогда мы закончим и скажем что вот у нас есть уже такой ключ то есть мы сейчас пока что находим вот эту узел где кивали да которые нам нужно и причем ну то есть самый первый раз мы это уже проверили и поэтому они говорят что здесь минус 1 потому что первый самый элемент проверили раньше а все остальные проверяем сейчас получается здесь 8 минус 1 7 потому что первый уже был вот тут вот раньше а здесь уже рассматриваются элементы получается со 2 и далее вот у нас теперь есть переменные где-то сейчас поэтому вот в е мы положили наш ключ если мы его нашли соответственно если е не равно на вот у них подписан да ключ кстати обычно вот комментарии пишут тогда когда неочевидный код в общем случае в принципе ну нет смысла писать комментарии то есть если е не равно нал значит у нас такой ключ уже существовал а так как у нас метод называется положи по ключу другое value то если мы ключ нашли ну давайте возьмем старое value и его подменим ну и не он ли в епсент получается вызывается это когда история про и в презент и в епсент епсент это если чего если ключа не было да то есть если мы вызвали этот метод то есть мы можем вызвать этот метод из другого метода не просто из из пути в презент или из пути в епсент чем они говорят что если мы можем это сделать да либо там лежал но ну давайте value подменим то есть был уже ключ у ключа был какой-то вели давайте его с этой но не факт да потому что если мы пришли если у нас раньше узла никакого не было вот он здесь вот цикле создастся и в принципе он присвоится ну окей положили value дальше что-то тут сделали еще ну это про linked хэшмап как раз таки что привязали порядок для обхода ну можно посмотреть что тут ну еще много всякого разного в общем они привязывают порядок вставки и возвращают то значение которое было дальше увеличивается мод каунт это для итератора что если вдруг вы из разных взяли итератора потом коллекцию поменяли то итератор должен сломаться ну вот собственно для этого это делается а если вдруг вы уже перешли все границы и там элементов много и пора бы уже этот массив расширять ну вот вызовется ресайз да вот ресайз который берет опять с помощью этих сдвигов увеличивает размер таблички а потом пытается все перехешировать в общем этот код уже разбирать не будем ну и дальше опять вызывается история про linked хэшмап то есть возможно что какие-то ну в linked хэшмапе мы можем удалять какие-то элементы и эта штука где вот она ну окей linked хэшмап вот как бы типа если надо удалить старый то давайте его удалим то есть есть такая штука что как сказать ну можно ограничить явно максимальное количество элементов да в хэшмапе ну вот а если мы старое value не вернули значит вернем на вот так как там ничего еще не было ну окей так вот это про эти структуры окей да то есть есть получается список есть set есть map дальше есть еще и намы ну и нам примеры намы да вот написали нам color там сделали три цвета и дальше возможно мы хотим что-то с этим намом делать ну например сделать множество где будут все цвета да ну вот и нам colors есть соответственно и нам set вот он сделает вам и нам из всех элементов этой вот штуки или там сам color сделаем и нам зеленого ну где будет один элемент вот зеленый то есть это про то как работать с сыномом для чтобы использовать его как множество вот есть еще готовые реализации это история вот про это вот все да что у вас есть получается set, list, очередь, deque, map но непонятно как это вообще использовать как бы есть интерфейс а какие реализации то у вас ну окей давайте возьмем то есть вот у сета есть вот три set, hash set реализации, linked hash set есть еще set of вот тут вы можете получить какую-то конкретику уже да реализацию класса реализацию этого интерфейса вот у списка есть у очереди, у deque, у map ну и в зависимости от того что вам надо ну оптимизации мы посмотрели да что там есть вот этих list of там map of set of для нуля одного там двух элементов более производительная реализация вот соответственно расширяющийся массив это тот который ну то есть если у вас просто массив он сам по себе не расширяется вот вы сделали его на 10 элементов и все и конец а реалист вам позволяет после а реалист внутри себя содержит массив опять же но если вы предел этого массива закрыли ну заполнили то у вас создаться более большой массив да большая длина ну это вот все в array deque тоже это вся история там есть массив который расширяется если вам нужен там вот список неизменяемый там листов связанный список это linked list это как вот сейчас вот смотрели в хэш мапе да то здесь уже не массив а здесь вот эти вот элементы у которых есть ссылка на следующий ну вот теперь у меня джава открыто если открыть какой-нибудь там linked list да то у linked list а есть получается первый узел есть узел последний но все элементы являются вот этими узлами и если посмотреть в узел то тут получается есть сам элемент предыдущий элемент и следующий и когда вы пытаетесь в linked list что-то добавить да то вот берется там например link last берется последний узел и говорится что ну окей давайте мы создадим новый узел у которого будет получается предыдущий вот этот last который был в или у него будет то которое хотим добавить а следующего не будет ну логично да добавляем в конец создадим этот новый узел перелинковали таким образом и сказали что теперь последний это вот тот узел который мы добавили ну и классно теперь проверим что если вдруг у нас вот этот last на самом деле был null значит у нас был linked list пустой ну то есть инвариант такой да у них если last null значит linked list пустой ну значит еще first the setting если он был не пустым то вот теперь last точка next сейчас давайте посмотрим еще раз взяли last да положили переменную l сказали что у нас есть новый узел у которого будет а ну понятно у него предыдущий будет вот этим узлом старым last потом сказали что last теперь новый теперь посмотрели что если старый last был null значит мы зафиксируем первый элемент в узле если он не был null то скажем что старый last next вот это новый узел да то есть ссылки перевесили сказали что новый узел знает о старом потому что сюда передали как аргумент prev старый last last но теперь тот старый last не знает о как какой у него будет следующий да то есть повесили ссылку назад но не повесили вперед и вот с помощью вот этой штуки next равно new note вешается ссылка на следующий элемент ну здесь код писать нельзя потому что ну понятно да история что у вас было две ячейки повесили назад потом повесили другую сторону это про то как примерно работает связанный список если это какой-нибудь array list то там можно пронаблюдать массив да вот пустой массив и когда вы делаете адд так когда вы делаете адд это происходит получается внутренние адд тут смотрится если вы вдруг пришли на границу ну давайте вызовем этот grow который возьмет ваш старый массив и скопирует все его данные в массив нового размера ну а здесь ссылка просто меняется да берут берется ссылка на старый массив array copy of возвращает вам новый массив и ссылка сразу присваивается как будто бы ничего не менялось ну а new capacity высчитывается ну соответственно опять же тут хитро мудро что они здесь взяли да они взяли длину текущую потом сдвинули на один бит вправо прибавили к старой старому размеру и еще много разной штуки да если новый размер минус старый размер меньше нуля значит 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 мы перешли границу получается да мы пытались увеличить но перескочили тогда получается что если наш массив был пустым давайте скажем что новая длина это то есть если у нас был совсем пустой массив то есть это могло сработать некорректно еще и для маленького массива ну вот у нас была capacity у нас был массив пустой здесь было ноль вот что будет если ноль сдвинуть на единичку да ну давайте попробуем еще раз возьмем long binary string и здесь ноль сдвинем ну все да окей сейчас подождите элемент дата ну давайте разберемся ну давайте разберемся ну давайте разберемся у ареи листа есть конструктор в конструкторе говорится что изначально у вас пустой объект значит размер ноль да получается старую ноль сдвинули в бок получился ноль потому что все биты ноль к нулю прибавили ноль получился ноль ноль минус ноль меньше равен нулю все верно давайте сравним теперь если это у нас был изначально ареи лист пустым ну тогда вернем у максимум до из стандартного размера 10 то есть массив если вы создали просто ноль ра лист он у вас создастся на 10 элементов массив первый раз после первого добавления элемента но возможно вы ему передали какое-то минимальное capacity то есть вот желательно самом деле если вы знаете что ваше массив будет 4 элемента ну передайте его как бы в этот конструктор вот тут есть конструктор от начального размера и у вас создастся сразу массив того размера который вам нужен то есть чтобы не то есть если вы знаете что у вас в аре листе три элемента да ну напишите здесь три вам как бы не сложно а вы сделали оптимизацию по памяти ну или вызвать метод другой да вот тот лист . of например да теперь если произошла другая ситуация что вы перешли границу то значит надо кинуть исключения out of memory ну иначе окей да увеличили размер в том что здесь происходит если новая capacity минус максимальный размер массива это вот максимальный размер интеджера минус там 8 то если так new capacity минус эта штука меньше нуля она может быть больше нуля если мы получается границу перекрыли уже если еще не дошли до границы вернем ее если дошли и перекрыли ну вызовем что-то еще чтобы вызвать вот этот out of memory да если совсем все плохо кинем out of memory иначе скажем что размеры от интеджер максвелли ну примерно так работает аре лист арей декю какой-нибудь работает похожим образом так но там этот массив получается циклический вот у него есть элементы да опять же массив он тоже расширяется но тут есть теперь два указателя на хэта на тэйл и если вы попробуете что-то добавить то он начнет ну то есть теперь здесь добавляется не в конец всегда а добавляется вот после тэйла куда-то а если вы удаляете то у вас хэд сдвигается и у вас так вот то есть массив большой элементов меньше они будут просто так вот передвигаться то есть зацикленный массив получается ну и тут какой-нибудь add добавим в конец вот они берут элементы говорят что последний теперь хвост это то что положим в хвост теперь новый элемент дальше посмотрим если вдруг мы сомкнулись ну то есть тэйл указывает не на последний полезный элемент а на место следующей вставки дальше посмотрели если у нас хэд совпал с хвостом значит мы все мы сомкнулись пора массив расширять то есть массив заполнен ну и сомкнулись имеется ввиду да что мы теперь по тэйлу положили value значит надо тэйл увеличить чтобы он обгонял делается инкремент с учетом размера то есть мы здесь перескочим в ноль да если увеличили значение и оказалось что мы теперь на длине значит перескачиваем в ноль иначе возвращаем то значение то есть зациклились но если мы зациклились и то есть увеличиваем сразу с учетом того что мы можем перескочить но если вдруг мы увеличились на единичку и попали в начало значит надо увеличиваться и здесь grow опять таки ну здесь уже сложная схема как скопировать ту часть ну то есть вам все равно надо поддержать инвариант когда хэд указывает на начало тэйлу на конец и у вас может быть две ситуации что у вас хэд лежит слева тэйл и у вас может быть ситуация хэд лежит справа тэйл ну в одной ситуации надо просто взять от хэд до тэйл и скопировать в начало а в другой ситуации надо сначала скопировать от хэд до конца кусок а потом скопировать от начала до тэйл и поместить их упорядоченно ну и вот примерно это делает этот код что он пытается взять и скопировать две ну в зависимости от ситуации по разному скопировать объекты вот кстати здесь есть проверка да если тэйл меньше хэд то делай одно так что еще здесь есть да линкит лист посмотрели рейдеки посмотрели релиз нутрисет ну это отдельная история как работает красно-черное дерево но смысл в том да что там есть узел у него есть левый сын правый сын и родители и благодаря этому дерево становится упорядоченным да работает как что если вы хотите добавить элемент то вы начинаете сравнивать то есть в каждом узле дерева лежит value так или иначе да и и вы в дерево кладете что-то что comparable дальше вам приходит новая value которую вы хотите положить в сет и вы начинаете сравнивать value compare to то что лежит в узле если compare to вернул вам нолик значит объекты равны значит вы попали туда куда надо если compare to вернул вам меньше значит ну смотря что с чем сравнивать да если вы сравниваете ваш входящий элемент со значением в узле значит если compare to вернул значение больше нуля то этот элемент больше чем текущие в узле и надо пойти в правого сына если compare to вернул меньше нуля значит ваш текущий элемент меньше текущего возле и вы идете в левого сына ну так работает дворечное дерево поиска ага а дальше после вот этой вставки когда вы нашли то есть вы спустились нашли куда надо вставить зависимость от этого порядка ну а дальше дерево начнет балансироваться чтобы все операции работали за логарифм ну вот это уже отдельная история про то как красно-черное дерево работает но история что идем влево либо вправо в зависимости от результатов compare to нашли место вставили сбалансировались так хэшсет посмотрели ну 3 map хэшсет вот это оно и есть да что было рассмотрено linked хэшсет сохраняет порядок ну и сетов вот эти вот и mutable тоже их видели там просто массив где в каждой ячейке массива и лежит какой-то элемент вот priority queue давайте хоть про это спрошу кто знает что за priority queue и как ей пользоваться что это вообще такое отлично что это значит но сейчас вот ты рассказал почти ну то как это все балансируется там внутри да ну смотрите что очередь с приоритетами себя представляет это очередь ну формально там массив опять же да вот расширяющийся как здесь но у вас есть операции минимум все вот операции минимум дай мне минимальный элемент вот у вас всегда в нулевой ячейке вот этой очереди будет лежать минимальный когда вы его достаете этот минимальный очередь опять внутри себя пытается пересортироваться таким образом чтобы в нулевой элемент опять положить минимальный очередь ну соответственно приоритеты ну вот как вы опять же да как вы их сравнили через компера был до какой-то вот просто самый маленький по ну очень похоже на три сет или там 3 map да вот рист это есть метод first который возвращает первый элемент а у приоритет q есть там метод минимум который вам вернет минимальный ну по поводу формулировать давай сейчас посмотрим как действительно метод называется да но вот то что там есть в корне нулевом нулевой позиции самый маленький элемент при этом все остальные не отсортированы если тут есть явный порядок то тут порядка но он такой более сказать более мягкий не жесткий порядок то есть если вы начнете обходить priority q от меньшего ну от минимального индекса до максимального то у вас не скорее всего элементы будут не возрастающем порядке а в каком то главное что в самом начале ну есть как бы есть определенные ограничения как должны эти элементы лежать то есть в корне лежит минимальный ниже под корнем слева и справа лежат элементы не больше корня скажем так да но у вас могут быть как в левом так и в правом по дереве например одинаковые могут так может так сложиться что у вас и слева и справа одинаковый элемент но если в дереве явно сказано да что справа все больше слева все меньше так как это сет то здесь это условие не совсем ну более смех смягчено как бы да там двоичная куча внутри там и минимум ну макс все вытаскивается за логарифм ну вроде можно посмотреть на минимум за единичку узнать да а вытащить это логарифм потому что двоичная куча надо перестроиться ну и соответственно метод тут приводите кью вот она создается здесь опять же получается массив есть какой-то компаратор как элементы сравнивать то есть зависимости от ком то есть сортируется от меньшего большему но вы можете дать такой компаратор который сортирует наоборот почему бы и нет вот и тут соответственно есть методы публичные есть метод адд должен быть метод вот есть метод пол и есть метод пик пик просто смотрит вот вернем это работает за единичку если было пусто ну давайте вернем нал получается есть оффер который действительно достает и вот он уже работает за логарифм соответственно мы пытаемся достать так сейчас нет да оффер это положить что-то не то сказал ну не суть но он работает тоже за логарифм и мы пытаемся добавить смотрим если мы зашли до границы массива его расширим и потом попытаемся положить наш объекте в нужное место кучи причем что там у нас ай это будет концом мы получается кладем элемент в конец и вызывается сифтап который пытается просеять да ну то есть метод двоичной кучи так так все таки есть метод получается есть метод пик есть метод пол и вот он делает в обратную сторону то есть сифтап мы пытаемся снизу идет greater Henrietta при добавлении делается сифтап то есть элемент добавляется вниз куче на самый последний незанятый лист и элемент потом поднимается наверх если же вызывается полу то мы пытаемся достать то мы берем элемент какой последний кладем его в начало и пытаемся его сделать сифтдаун то есть просеять вниз и в момент в процессе просеивания вниз у нас в начале появится минимальный ну то есть мы возьмем какое-то либо левое либо правое по дереву поместим это в корень сами зайдем куда-то и опять ну то есть опять эту двоичную кучу сбалансируем да то есть берется резалт вот он зафиксировался нулевой элемент и потом делается сюда он вот потом сказали что давайте возьмем последний вот этот код конечно взяли сказали что n это у нас теперь размер минус 1 причем присвоили мы этот n внутри обращения по индексу взяли последние искали ну давайте просеем теперь вот у нас индекс нулевой наш этот элемент x причем последний мы теперь сказали что он на у походу еще просто там когда разрабатывает у либо символы экономили там что-то такое и ну и соответственно говорим какая длина как бы у массива ну если у нас был компаратор сравнивали по-другому ну вот давайте его завязываем ну если да он соответственно пытается ну кстати как сделать да из как сделать дерево из массива ну скажем что у нас там конь там первый элемент корень до нулевой а ну проще с единичкой да это смотреть что если у нас единичка это корень значит 2 3 второй элемент это левое под дерево 3 это правое под дерево умножим на 2 левая умножим на 2 прибавим 1 правая смотрим на двойку до двойка умножили на 24 по четвертому индексу будет правый сын 2 левый сын двойки 4 плюс 1 будет 4 левый сын двойки 4 плюс 1 правый При этом у единички был получается индекс 1, 2, 3 3 умножим на 2, получается 6 6 значит левый 6 плюс 1, 7, правый Вот получилось, что второй слой как раз таки индексы 4, 5, 6, 7 Ну и вот у нас так гладко получается из массива получается дерево с помощью вот этих индексов умножаем на 2, прибавляем единичку если надо Вот, ну и дальше они собственно пытаются вот это все поиск индексов нахождение левого правого сына куда мы пойдем, влево либо вправо и попытка выставить, ну поместить последний элемент на нужную позицию ну а в корень поставить то, что надо было Ну и k это получается индекс, с которого начали Так, примерно так работает PriorityQ В общем, это история о том, как что люди, ну озаботились производительностью И если тут еще раз его открыть то они в принципе где-то должно быть написано о том, что это за сколько оно работает Ну вот, PriorityQ основано на Priority на куче с приоритетами Вот, порядок Новый класть нельзя Так, ну я тут что-то сходу не вижу слов что это работает за логарифм, кроме тех что PriorityQ Но, например, если вы откроете 3Set то тут вот, будет написано, что смотрите если у вас там 3Set или 3Map то операции добавить, удалить, найти работают за логарифм Вот, как бы, они явно в JavaDock и говорят, сколько должны сколько времени нужно тратить на операцию Ну да, и Navigable не было рассмотрен но тут просто есть методы про в обратную сторону Floor, High, которых не было там, Low и так далее Так В общем, это при реализации Дальше Дальше про то, что использовать да, немного еще про это Что, типа, скорее всего вам в вашей работе понадобится Ариалист То есть, если вы зачем-то решили создать LinkedList надо 10 раз подумать Возможно, вы ошиблись, скорее всего Да, дальше там по умолчанию размер 10 мы это смотрели уже Дальше мы увеличиваем его в полторы раза Но можно начальный размер задать в конструкторе Зато в LinkedList можно Now положить Но LinkedList потребляет сильно больше памяти чем Ариалист Потому что здесь просто массив а тут на каждый элемент есть еще ссылка на предыдущий ссылка на следующий и само еще value И плюс если массив лежит в памяти последовательно то LinkedList лежит как-то То есть на каждый новый узел создается память запрашивается заново и сами эти узлы лежат непонятно где Ну вот ArrayDeQ позволяет вам в обе стороны тоже уже говорилось Вот хэшсет то, что там 16 кругляемся до двойки потом по дефолту loadFactor там 75 в этот момент расширяемся Можно переопределить Linked хранит получается порядок обхода и вот то, что смотрели там про evict когда добавляли то вот можно удалять старые элементы То есть он по умолчанию возвращает false но вы можете там отнаследоваться и перегрузить Вот есть еще к нам мапу к нам сету есть еще и нам мап Да, здесь просто ключ будет как ну в качестве ключа будет элементы и нам а в качестве value что-то Есть еще алгоритмы Ну тут вот один слайд у меня про это есть Ну формально просто есть вот класс такой collections либо есть класс arrays для массивов и там есть ну дополнительные методы да сделать там перевернуть вашу коллекцию в обратном порядке reverse ну используется это для списка для листа вот есть лист вот есть методы да список можно перевернуть список можно ну зашафлить то есть в рандомном порядке пересортировать можно вот сортировать там внутри team sort который внутри себя там и мерч сорт и там и мерч сорт и сортировка вставками в зависимости от количества элементов ну здесь еще надо тоже долго смотреть что там вообще происходит да но работает сортировка Zn логарифм вот можно взять под список сделать rotate это поворот он получается на сколько-то на какую-то дистанцию элементы как ну зацикливают их как бы ну давайте посмотрим да был отсортированный массив сказали что возьмем саб-лист от первого до пятого где пятый эксклюдат это получается вот 3,4 1,2 3,4 1,2 дистанция 2 вот получилось что у нас была единичка тут она переместилась на две позиции проверя двойка переместилась тройка тоже переместилась ну вот зациклилась и в начало попалась слаб вам позволяет не писать вот это все ну слаб своими руками есть уже готовый когда надо поменять два элемента ну replay solve заменит в массиве все старые значения какие-то на какое-то новое двоичный поиск позволяет вам найти в массиве отсортированном в не отсортированном нет смысла вызывать двоичный поиск будет работать неправильно но если ваш массив отсортирован то вы можете найти элемент не за весь проход да не за от n а за логарифм ну понятно да это работает как вот это двоичное дерево то есть мы массив отсортирован где тут вот отсортированный массив да то есть у нас границы слева справа мы знаем что там есть порядок мы будем каждый раз просто уменьшать границы находить какой-то элемент если то что мы ищем меньше чем текущий то пойдем в левую сторону если больше пойдем в правую и так мы каждый раз будем это сужать сужать два раза поэтому время за логарифм но если не отсортирован это уже не сработает не получится у вас так ну и при этом он возвращает получается если элемента не было то он вам вернет минус место вставки минус 1 вот так же можно сделать ну например вот так а куда ArrayAsList и дать просто пустой массив из там нулов можно еще через collections там fill ну ArrayAsList это просто пример того list будет unmodifiable поэтому в принципе такая штука смысла особо не имеет но имеется ввиду что можно из массива сделать список fill заполняет весь вашу коллекцию чем-то каким-то значением конкретным копий копий соответственно копирует да откуда-то куда-то даб позволяет ну даб это просто назвал имеется ввиду что можно искать под списки ну то есть можно найти в массиве ну в списке не один элемент да а последовательность вот есть collections index of sublist берете массив где есть что-то повторяющееся ну вот и ищем там последовательность 1.1.2 например ну вот он найдет или найти с конца вот если история про массивы то есть класс Arrays ну здесь на слайде нету ну давайте тут да Arrays вот он и тут если посмотреть ну вот есть двоичный поиск для массива байт массива чаров даблов флотов имтов лонгов обжектов компея есть да сравнить два массива но опять же массив буллианов байтов лонгов обжектов сравнить если там типы беззнаковые скопировать копиалов есть скопировать в каком-то диапазоне копиал фрэндж сравнить глубоко с участием элементов сделать тикл с двух массивов заполнить вот метод фил хэшкод посчитать ну вот там сорт вот что такое хэшкод да он берет и считает хэшкод всех элементов например ну окей так это все лего 760 мертв приватная мисс мэч что это так мисс мэч это найти и вернуть первое несоответствие между двумя массивами параллельный префикс еще есть так префикс ну вот есть set all есть sort ну стримы раздельно посмотрим toString есть то есть смотрите если вы сделаете идея в чем да что если вы создадите массив а потом вызовете system.out.println и передадите массив у вас выведется ссылка на массив ну что-то что да toString массива в общем не элементы массива а toString ссылки чтобы вывести действительно элементы вызывается system.out.println или что-то еще потом вызывается метод arrays точка toString и передает сюда нужный массив и вот он уже вам красиво выведет все элементы так а по поводу что там было параллел префикс это уже история про стримы ну давайте почитаем что он делает каждый элемент в нужном массиве если массив изначально содержал 2.1.0.3 и операция добавления перед ним 2.3.3.6 а ну понятно смотрите что произошло да типа была двоечка стала единичка прибавили к двоечке единичку стало 3 прибавили ноль их стало 3 прибавили 3 стало 6 но классно где-то это нужно бывает раз они это сделали ну и просто я лично не видел такого использования вот также есть свои коллекции ну если вам надо свою коллекцию то то что уже было да что есть зачем да во первых вы можете сделать свою коллекцию которая будет персистентная в том смысле что на изменения будет создаваться новая коллекция ну почему бы нет да то есть у вас могут быть какие-то свои на нее налагаться ограничения то есть вы зачем-то вам почему-то не нравится коллекция в джаве существующая вы решили сделать свою например ради персистентности что каждое изменение дает вам новое либо у вас какая-то своя собственная вот именно под ваши данные либо вам нужен прям супер-пупер крутой алгоритм и возможно этот алгоритм завязан на конкретные опять же типы данных вы решили создать что-то свое либо как-то усовершенствовать либо вам что-то не нравится либо вы сделали какой-то адаптер адаптер это история про то про старую еще когда было раньше джава без джава коллекция фреймворк то все писали свои велосипеды костыли и не было кого-то общего IPI и было бы удобно например что если ваша библиотека ваш код общается с бесконечным количеством разных коллекций давайте напишем адаптер который будет уметь принимать все эти коллекции и работать с ними как будто бы это все одно и то же ну адаптер это вот паттерн когда у вас есть несколько разных объектов с которыми вы работаете но работать вы хотите с ними однотипно и вот пишется адаптер чтобы написать для каждой кастомной коллекции свою оберточку свой способ работать с ней а дальше работать как будто бы это что-то что вам знакомо не вот та конкретная реализация а вот то с чем вы работать уже умеете соответственно вот есть классы что есть там abstract collection abstract set list sequential list qemap ну и вот в зависимости от того что вам надо вот лучше тот abstract и брать то есть пишется класс название коллекции abstract что-то implements нужный интерфейс собственно как это делается что вы берете наиболее близкий реализуете все абстрактные методы если она modifiable то надо еще взять и переопределить там ADD потому что скорее всего они кидают unsupported operation их тоже надо переопределить посмотреть в доке как это все должно работать потому что документация к интерфейсам вроде как считается еще одним документом правды что как в доке написано так и должно быть спецификации вот правильное слово соответственно если вы что-то написали свое ну давайте напишем еще тесты если надо там отладить да это все если не работает при заботе производить смотрите тут есть такая история что допустим вам надо сделать ну что там вот у вас есть сет который на дереве да а вы хотите себе сет на массиве и вы можете себе позволить например сделать этот модифайбл ну типа что один раз добавим в него элементы положим их в массив отсортируем как-то да и у нас будет модифайбл лист причем отсортированный и вы зная что это массив захотите сделать например быстрый поиск еще он уже занимает меньше места в памяти чем три сет но вы еще хотите уметь быстро искать он же отсортирован давайте заиспользуем дворичный поиск тут будет проблема ну если это действительно вам надо вы его просто переписывать если не надо можно как бы ничего не делать но стоит на эти методы абстрактных коллекций посмотреть то есть история о чем что если вы действительно сделали вот этот список отсортированный и он там у вас анмодифайбл ну либо не анмодифайбл но вы пытаетесь всегда поддерживать эту отсортированность то вы можете попасть в такую западню что если вы возьмете абстракт так берете класс абстракт лист абстракт лист значит уihood particles есть элемент как раз Los林 или нет если посмотреть на метод контейнс он вызывает итератор если вы будете вызывать итератор и использовать этот метод то вы будете обходить ваш элементы от начала до конца последовательно это работает за Thankyou Но если вы знаете про ваши конкретные данные, то есть смысл этот contains перегрузить и написать здесь не итератор, а написать здесь, что там, arrays.binarySearch. Ну, то есть вот есть методы, которые по дефолту работают за OAuthN. Возможно, вам надо оптимизировать, значит, надо их тоже перегрузить. Просто что в abstract collections это уже реализованный метод, и он вас, ну, как бы вас не попросит его явно определять. Надо все еще посмотреть в методы и убедиться, что все окей с тем, с производительностью, которая вам нужна. Так, ладно, в общем, эти все примеры есть вот в другом репозитории у меня. Там java.samples, там есть package про коллекции. Ну, это окей, потом посмотрите. Плюс в слайдах это будет. И история про домашнюю, да? Давайте теперь домашняя будет без всяких там интерфейсов. Вы их создадите сами. Вот, значит, вам надо сделать библиотеку. Короче, надо взять знания с прошлой лекции, с этой лекции и с позапрошлой, подумать про иерархию, про наследование, сделать класс библиотеку, и там будут три действующих лица, да, что есть какая-то библиотека, умеет закрываться, открываться. Да, в библиотеке есть книги, в библиотеке есть менеджер, который закрывает, ну, библиотеку, который умеет выкидывать старые книги, добавлять новые. У вас есть сущность библиотекаря, который, ну, то есть менеджер, как это работает, да, примерно, менеджер приносит книгу, дает ее библиотекарю, библиотекарь добавляет на склад. Дальше чего? Библиотекарь общается с посетителем, выдает ему книги посетителя, общается с библиотекарем. У книги, получается, есть какая-то айдишка, название места, какой-то тег, лейбл, да, к чему эта книга относится, к кому разделу, там, живопись, художественная литература, научная или что-то еще. При этом книгу можно взять, да, но и также, ну, и надо знать, кто взял. То есть тут надо понять, да, что посетитель тоже должен быть какой-то идентификатор, казалось бы, да. То есть надо подумать, что есть у книги, что есть общего у этих трех там действующих лиц, что есть в библиотеке. При этом можно заметить, да, что у книги есть идентификатор, таких книг может быть в библиотеке несколько, ну, логично, да. Ну, идентификатор может отличаться, ну, смотрите, для простоты, да, что идентификатор один, значит, это одна и та же книга. Ну, типа, что название должно там совпасть, это где-то надо сделать еще валидацию. Вот, при этом их может быть несколько. По-хорошему, посетитель не может знать, что есть в библиотеке, но он может сначала узнать. Ну, например, тут надо, ну, короче, здесь надо проявить фантазию и, например, узнать, дай мне там все книги по такому-то разделу или дай мне все книги по такому-то названию. Или кто-то, например, менеджер, да, может узнать, кто когда что брал или там тот же библиотекой. Кто-то может дернуть и попросить книгу вернуть. В общем, надо это все сделать, придумать к этому тесты. И, ну, соответственно, понятное дело, да, что книги – это какая-то коллекция, с которой вы будете по-разному общаться, да, с этой коллекцией. Узнать там список, обойти ее, взять там несколько, ну, тоже как бы про коллекцию, как хранить несколько книг, да. То есть вам надо самим придумать эти все названия методов, самим придумать эту иерархию. И еще надо уметь говорить посетителю, там, типа, сделать, позвонить, сказать, типа, слушай, верни-ка книгу, ты брал. Как это все проэмулировать? То есть, по идее, поток должен быть у вас один, про многопоточность можно не думать, а проэмулировать можно так, да, что вы создаете какой-нибудь там тест, да, в нем создаете вот эту библиотеку, этих менеджеров, этих всех, и они просто по очереди делают какие-то действия. Ну, вот у вас есть структурированный код последовательный, ну, вот словно говоря, там, менеджер добавил книгу в библиотеку, вот у вас строчка, да. Потом там посетитель, там, пришел в библиотеку, блин, она закрыта, ему сказали нельзя, ну, или что-то такое, да. То есть, последовательный список, то есть у вас, так как нет многопоточности, у вас будет пошаговая стратегия такая, да. Вот, можно сделать там несколько сценариев, написать, как это работает. Там один тест написать, другой тест, какой-нибудь третий, ну, и тесты про вот эти, просто про методы, эти все штуки. Здесь вы как раз можете уже задуматься уже конкретно про паттерны проектирования. Можно их там погуглить, не погуглить, но вы можете как бы начать делать это самостоятельно, в принципе, нет никакой проблемы, да. То есть, есть два подхода. Есть подход, вяжемся в бой, да, дальше разберемся, ну, и получается, вы просто создали там, словно там, класс менеджер, там, класс бук, класс там, кастомер или еще что-то. И дальше, реализуя функциональность, начинаете эволюционно эту иерархию создавать, да, вот, нашли что-то в общем, ну, сделали. Нашли дублирование, вот, чего точно не должно быть, дублирование кода. Вот, без дублирования. Нашли какое-то дублирование, как-то во что-то объединили, да. Можно пойти с другой стороны. Можно сначала подумать. Подумать, это взять там листик, там, бумажку открыть, там паттерны проектирования, посмотреть, что подходит под вашу ситуацию и взять уже готовые шаблоны и наработки. Вот, ну, можно попробовать и так, и сяк, да, как бы, и начать что-то с нуля, и где-то там шаблон прикрутить, и попытаться. Шаблоны есть, ссылка, ну, здесь у меня нет ссылок, ну, давайте я вам скину какой-нибудь чатик, есть там сайт нормальный, кто может посмотреть. Ну, или вы сами погуглите. Вот, то есть такое не очень четкое задание. Цель в том, чтобы вы попробовали сделать, ну, вот эту иерархию классов и взаимодействие между классами. Да, вот это ООП какое-нибудь заиспользовать. Ну, должна быть там инкапсуляция везде, где надо. Где-то наследование, где-то, возможно, вы захотите использовать что там, не полиморфизм, а декоратор, да, когда вы просто не наследуетесь, ну, то есть инжектите что-то во что-то, да. Ну, вот что там, вот у менеджера есть библиотека или библиотека есть у менеджера. Надо вот подумать, да. Как и что, в кого заинжектить для использования. Так, и что? Что я хотел сказать? Ну, ладно, может, у вас есть какие-то вопросы? Вопросы? Делать домашнюю. Ну, смотрите, можно узнать список доступных книг, да. По-хорошему есть посетитель, он приходит в библиотеку, говорит, библиотеку, говорит, слушай, есть что? Да, как бы. Библиотекарь такой, ну, слушай, ну, тебя что, как бы по названию, по разделу или как? И как бы дает ему какой-то результат. Ну, то есть идея в том, смотрите, был пример того, вот на прошлой лекции, да, когда, получается, был магазин и был в магазине item. И, получается, я в тесте писал new item и говорю, типа, продай мне вот этот new item. Вот, казалось бы, это неправильно. Когда приходит посетитель к библиотеку, он не может сказать ему, дай мне вот такую книгу. Он должен сказать ему, дай мне, слушай, по названию что-нибудь. Библиотекарь поищет, вернет ему какую-то коллекцию. Посетитель эту коллекцию обойдет и увидит, есть ли там то, что ему надо или нет. Если есть, то возьмет у него книгу, если нет, то не возьмет. Ну, то есть, смотрите, тут надо написать тест. Вы придумываете, вы выдумываете своего посетителя, которому нужна какая-то конкретная книга. Допустим, то есть, надо еще роли проиграть, то есть, у вас будет какой-то, скорее всего, тест, да, где будет написано, ага, я посетитель, мне нужна книга с названием, там, ну, допустим, Java. Я хочу ее, я прихожу к библиотекарю и спрашиваю, мне библиотекарь говорит, слушай, ну, с таким-то названием. Есть вот там Java ID 0, ID 1, там 2, 3. Ну, можно еще попробовать замудрить, да, что у вас по префиксу какой-нибудь поиск сделать. Ну, давайте идем по всей коллекции и смотрим там, где у нас префикс совпал в строке. Ну, можно сделать это максимально в тупую, просто как, типа, концепт, да, что мы умеем искать и по префиксу тоже. Он вам, значит, вам библиотекарь выдает какую-то коллекцию из книг с таким названием. Ну, и вы как бы, вы же сверху, да, вы понимаете, что вы делаете. Вы знаете, что у вас библиотекарь когда-то добавили там книгу Java 1, 1, 2, 3. И вот по счастливой случайности, когда к вам приходит посетитель, спрашивает, вам библиотекарь говорит, что такая книга есть. Вы идете по этому списку, обходите и смотрите, ага, if там book name equals Java 1, 2, 3, then I беру ее, да, I pick your home, it, it home. Все, как бы, ну, классно, то есть вы придумали, как сделать взаимодействие. Ну, то есть, понятное дело, само по себе это не заработает. Надо придумать примерно, как и что с этим делать. Вот. Ну, и я надеюсь, наконец-то это задание сложно сделать одинаково, поэтому вот так вот. Вам же большая работа. Ну, мне здесь смысл, надо, чтобы вы, как бы, придумали, ну, и мне, конечно, больше, да, но с другой стороны, мне грустно, когда одно и то же. Потому что непонятно, это так классно списали или это действительно просто взяли один и тот же алгоритм с интернета. Или это кто-то, ну, действительно, не очень классно списал, а списал слишком не классно. Что, ну, я такое видел. Поэтому здесь есть, наконец-то, намек на уникальность. Так что в реализациях. Вот и все. Так что у меня все. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Продолжение следует...